Глава двенадцатая. Русская опера. Князь Игорь, пиковая дама. Я рассказал о том впечатлении, которое на меня произвела музыка спящей красавицы, и как с того момента я стал ярым поклонником Чайковского. Постепенно и очень скоро это поклонение распространилось и на всю русскую музыку. Своей же вершины оно достигло в течение ноября и декабря того же 1890 года на премьерах Бородинского князя Игоря и пиковой дамы Чайковского. Точной даты первой я не запомнил. Я только уверен, что счастье услышать Игоря предшествовало счастью, которое мне выдалось 7 декабря 1890 года, когда я познакомился с новой оперой Чайковского «Пиковая дама». Премьера оперы «Князь Игорь» в Мариинском театре состоялась 23 октября 4 ноября 1890 года. Не раз уже в течение этих записок я касался того равнодушия, которое я обнаруживал в отношении ко всему национально-русскому. В качестве продукта типичной петербургской культуры я грешил, если не презрением, то известным пренебрежением и к древней русской живописи, и к характерной русской архитектуре и к древней русской литературе. Что касается последней, то едва ли в этом не была виновата гимназия. И то, что нас, совершенно незрелых мальчиков, заставляли любоваться древними былинами, словом о полку Игореве, строгим языком летписей, бойкостью и остроумием переписки Грозного с князем Курбским и вообще всем тем, что предшествует эпохе Петра I. Это неуклюжее и просто бездарное навязывание в гимназии только усугубляло мое пренебрежение. И вот благодаря опере Бородина пренебрежение сменилось пытливым интересом, за которым последовало лучшее понимание и, наконец, восхищение. Тут, во всяком случае, не может быть речи о каком-либо влиянии моего отца, который был большим знатоком и поклонником древнерусского зодчества. Построенное им в Шереметьевском поместье, в селе Высоком, церковь, принадлежит к наиболее удачным попыткам возродить ту формальную систему, что царила в России при первых романовых. Еще интереснее, был им задуман строгий и величественный проект храма первого марта, к сожалению, не приведенный в исполнение. В князе Игоре, созданном любителем, но каким подлинно гениальным любителям, законченным и исправленным специалистами, имеется несколько несоответствий. Это произведение русской музыки неоднородно во всех своих частях, и не всюду в нем выражается подлинно русский дух. Бородин, как один из начинателей, естественно, не всюду выдерживает тот стиль, что был ему подсказан, навеян древней поэзией. Моментами он уступает формальной системе, созданной мастерами западного оперного искусства. Подобных промахов меньше у римского Корского и вовсе нет у Мусоргского. Но в данный период я был плохо знаком с творением римского и совсем не знал Мусоргского. Впрочем, как-то раз в Мариинском театре дали Бориса. Но в такой жалкой постановке и с такими заурядными певцами, что на меня этот спектакль не произвел никакого впечатления. Немного позже какая-то любительская труппа поставила в Панаевском театре Хованщину. Хотя и это был спектакль, скорее, жалкий, я все же вынес из него потрясающее впечатление. Зато какое глубокое волнение испытываешь, слушая в прологе музыку, иллюстрирующую сбор в поход княжеских дружин, охваченных сверхъестественным ужасом перед небесным знамением солнечного затмения. До чего трогательно скорбная песня Ярославны в тереме, и ее же плач на стенах Путивля. Как заразительно передана тревога в ее сцене с боярами, и как ярко очерчена личность злодея Галецкого. Каким русским простором веет от хора Акапелла крестьян в последнем действии. А что сказать про обе половецкие картины? Про песенку, с которой начинается первая, и которую так божественно пела долина. Про танец половецких девушек. И про заразительное беснование большого общего пляса перед шатром кончака. После премьеры я уже не пропускал ни одного спектакля Игоря, оставляя без внимания убожество, а местами и безвкусие тогдашней докоровинской постановки. Несомненно, что моим сближением с русской древностью я обязан одновременно и прекрасным лекциям Сергеевича, о которых я говорю выше, в которых он так выпукло и картинно обрисовал весь замкнутый, своеобразный мир Древней Руси. Благодаря одним звукам гениального провидца-дилетанта, я переносился за семь веков назад в удельную Русь и начинал ощущать какую-то близость по существу всей этой далекой древности, все тесное родство ее с Россией наших дней. Для меня, завзятого западника, эта русская старина становилась близкой, родной, она манила меня всей своей свежестью, чем-то первобытным и здоровым, тем самым, что трогала меня в русской природе, в русской речи и в самом существе русской мысли. В то же время я через свое увлечение князем Игорем почувствовал связь той древней домонгольской России к издавна милой моему сердцу Европе. Сколько нам вдалбливали в голову, что удельная Русь не имела ничего общего со строем феодального средневековья Запада. Я принимал это на веру, и для меня русские князья с их дружинами были чем-то совершенно противоположным моим баронам, моим рыцарям. Древние русские люди представлялись мне какими-то дикарями, или они казались мне темными, жалкими рабами кочевников, а вовсе не гордыми и благородными властителями. И как раз в опере Бородина противопоставлен с удивительной убедительностью мир европейский, христианский и мир азиатский. И как некрасочно и поэтично выражен этот последний, все же чувствуется, насколько ближе к сердцу самого композитора, несмотря на его монгольское происхождение, этот мир христианской восточной Европы, нежели мир степных язычников. Бородин был внебрачным сыном грузинского, а не татарского, князя Гедеанова, записанный при рождении сыном коммердинера князя Порфирия Бородина. Я вполне сочувствовал князю Игорю, нарушающему клятву данную хану, и предпочитающему уйти от всех сладострастных соблазнов, от сказочных красавиц-невольниц, от всей пряной роскоши ханского двора, чтобы вернуться к родным теремам, к чуть печальной, но сколь милой скромнице княгине. Я здесь упоминаю лишь вскользь о своих тогдашних чувствах, навеянных слушанием князя Игоря. Слова вообще слишком все определяют и отдают рассудочностью. На самом же деле, то, что я тогда испытывал, было чем-то свободным, непосредственным и необычайно сильным. Я впитывал в себя стихию этой новой для меня музыки, не отдавая себе тут же отчета в том, что она для меня значит и какую со временем я извлеку из нее для себя пользу. О, какое это было счастливое время! Как вообще счастлив человек, когда, обладая всеми силами молодости, он приобщается к чему-то, в чем он узнает нечто чудесно близкое своей душе, нечто издавна вожделенное, и что должно его вывести на большой простор, беспредельно расширить его горизонт. После бурного увлечения спящей красавицей я с особым нетерпением ожидал премьеру новой оперы Чайковского. О ней задолго до спектакля ходили разноречивые слухи. Премьера эта назначена была уже в ноябре, но с исполнителем главной роли, с Фигнером, для которого была собственно и заказана опера, случилось несчастье. Он сломал себе ключицу, вследствие чего пришлось отложить премьеру на несколько недель. Но Фигнер поправился, и на афишах появилась ожиданная дата. Билетом я обзавелся заблаговременно, да и все прочие друзья должны были быть в этот вечер в театре. Рядом со мной сидел Валечка, поближе к оркестру Дима Философов и Сережа Дягилев. За нами оба Сомовы. Где-то обретался Митя Пыпин и Павка Корибут. В первых же рядах, по соседству с братьями Стасовыми, восседал дядя Миш Ковоз, а также его приятель Анатолий Половцев. За день или за два Пыпин раздобыл прямо от издателя, не поступивший еще в продажу, клавир. Но, проиграв музыку дома, он остался недоволен ею. И придя вечером ко мне, он даже всю оперу в целом Ахайл, делая исключение только для Арии Лизы на зимней канавке ночью и днем. — Это еще туда-сюда, — конфузись бормотал милый Митя, — а остальное все повторение уже слышанного. — Да и чего еще от Чайковского ожидать? Он исписался, выдохся, он повторяется. — Тоже твердили большинство причастных к музыке людей, как в Петербурге, так и в Москве. — Такое обрюзжание всегда сопровождает творческий путь выдающегося, а тем паче гениального художника, пока он не займет прочного места на Парнасе. Культ же Чайковского только еще начинался, и даже сам композитор не давал себе полного отчета, до чего он нужен своему народу, какое огромное значение он для него имеет. В передовых музыкальных кругах Чайковскому вредило то, что он оказался как-то в стороне от кучки, а серьезные ценители уже тогда превыше всего ставили кучкистов и считали своим долгом относиться к Чайковскому как к какому-то отщепенцу, к мастеру, слишком зависящему от Запада. Это отношение унаследовало от них большинство французских музыкантов, пребывающих в полном непонимании того, что составляет самую суть музыки Чайковского. Известное настроение неприязни или недоверия отчетливо ощущалось и на премьере Пиковой дамы. Аплодировали любимым артистам, но не было бурных оваций по адресу композитора. Его не вызывали с обычным у нас в таких случаях неистовством. Напротив, мне хорошо запомнились антрактные разговоры в коридорах Мариинского театра и в фойе. В них слышалось все, что угодно, кроме восторга или хотя бы одобрения. Когда я, обезумев от восторга, бросился по окончании первого акта к нашему семейному арбитру, дяде Мишка Восу, в надежде найти сочувствие, я услыхал только ироническую фразу «Ходовецкий, да и только». Намекавшую на то, что толпа гуляющих в летнем саду напоминала гравюры знаменитого берлинского иллюстратора. Во время же сцены в спальне графини у меня даже возникла маленькая ссора с Валечкой, так как мне показалось, что он недостаточно реагирует. В частности, он ничего не понял в хоре приживалок, шепнув мне с досады «Ну, это уже совершенно глупо», тогда как именно это славление старушками своей, вернувшейся с бала благодетельницы, сразу показалось мне особенно удачной находкой. Ничего так не вводит в ужас всей следующей сцены, как эта ласковая, заискивающая, чуть плясовая по ритму песенка, в которой, однако, уже слышится нечто погребальное, нечто похожее на причитание плакальщиц. Надо, впрочем, отдать справедливость Валечке, которого я тут же в гневном шепоте обозвал дураком и болваном, что после сцены смерти графини он отказался от своей презрительной позы и в дальнейшем вполне разделял мое восхищение. Я не стану разбирать всю оперу и описывать спектакль во всех подробностях. Скажу только, что если мной и овладел тогда какой-то угар восторга, я все же не совсем был согласен. Меня, например, огорчила героическая ария Елецкого, великолепно спетая красавцем Яковлевым. Позже я ее оценил как несколько ироническую характеристику несчастного любовника. И я не одобрил ту итальянщину, самое бранное у нас тогда выражение, в которой Лиза на зимней канавке выражает свое отчаяние. Так это правда со злодеем. К тому же неуместный стиль этой арии Медея Фигнер подчеркивала тем, что она не пела ее, а как-то голосила на простонародный лад, чего будто бы требовал сам Петр Ильич. Большой публике единственное, что действительно понравилось, это пастораль. Ее даже пробовали бессировать. Мне же, кроме божественной сарабанды пианиссимо, чудесно поставленной петипа и с бесподобным мастерством станцованной, эта интермедия показалась довольно поверхностной, чуть приторной имитацией Моцарта. Но стоит ли говорить о таких подробностях, когда пиковая дама содержит столько совершенно изумительных и бесподобных в своем роде красот? Все начало оперы — хор «Няник» и «Кормилец», баллада Томского, клятва Германа «Подраскаты грома», выход «Императрица на балу», помянутая сарабанда — все это чудесно подготовляет к дальнейшему. А затем идут уже совсем исключительные во всей музыкальной литературе сцены — в спальне графини, в казарме, на зимней канавке. Заилы и умники находили, что сюжет нелеп, и что он не подходит для оперы, что на каждом шагу встречают с промахи против хорошего вкуса. Поклонники же Пушкина обиделись на то, что автор либретто Модест Чайковский самовольно перенес сюжет в иную эпоху, нежели та, которую избрал для своего рассказа великий поэт. Вообще, что только тогда ни говорили, ни шипели. Особенно же меня бесили отзывы прессы своей сдержанностью, в которой сквозило полное почти презрительное неодобрение. Один лишь критик Финдзейн сочувственно и даже не без восторга разобрал новую оперу, но его статья, если память мне не изменила, появилась в виде брошюрки несколько позже и прошла незамеченной. Имеется в виду статья о пиковой даме, вошедшая в сборник «Музыкальные очерки и эскизы. Санкт-Петербург, 1891 год». Эта работа с ее высокой оценкой оперы и серьезностью анализа положила начало всем дальнейшим музыковедческим работам о пиковой даме. Несомненно, что сам автор знал, что ему удалось создать нечто прекрасное и единственное, нечто, в чем выразилась вся его душа, все его мироощущение. В музыку он вложил все свое понимание самой сути русского прошлого, еще не совсем канувшего в вечность, но уже обреченного на гибель. Он был вправе ожидать, что русские люди скажут ему за это спасибо, а вместо того ему пришлось выслушивать все те же придирки или то снисходительное одобрение, которое оскорбляет хуже всякой брани. Что же касается меня, то в мой восторг от пиковой дамы входило именно такое чувство благодарности. Через эти звуки мне действительно как-то приоткрылось многое из того таинственного, что я чувствовал вокруг себя. Теперь вдруг вплотную придвинулось прошлое Петербурга. До моего увлечения пиковой я как-то не вполне сознавал своей душевной связи с моим родным городом. Я не знал, что в нем таится столько для меня самого трогательного и драгоценного. Я безотчетно упивался прелестью Петербурга, его своеобразной романтикой. Но в то же время многое мне не нравилось, а иное даже оскорбляло мой вкус своей суровостью и казенщиной. Теперь же я через свое увлечение пиковой дамой прозрел. Эта опера сделала то, что непосредственно окружающее получило новый смысл. Я всюду находил ту пленительную поэтичность, о присутствии которой я прежде только догадывался. Впрочем, значительная часть заслуги в этом выявлении поэтичности петербургского прошлого принадлежит заказчику-вдохновителю Чайковского, директору театров Всеволожскому. Не будь в этом старом подлинном вельможи, лично сентиментального отношения к Петербургу, то москвич Чайковский, пожалуй, и не проникся бы в той же степени поэзией Невской столицы. Это Всеволожский пожелал, чтобы первый акт происходил в Летнем саду, чтобы бал был настоящим Екатерининским балом, чтобы в спальне графини все говорило об отживающем великолепии Елизаветинской эпохи, чтобы в сцене в казарме чувствовалась сугубая унылая казенщина, вторжение в которую потустороннего начала представляется особенно потрясающим. Наконец, и перенесение места действия предпоследней картины в один из самых типичных и романтических пейзажей Петербурга к зимней канавке, к подножию того дворцового перехода, который напоминает венецианский мост вздохов, «Эта своего рода чудесная находка принадлежала также Всеволожскому». Однако Чайковский все ему подсказанное усвоил всем своим художественным чутьем, благодаря чему опера, не переставая быть иллюстрацией или инсценировкой рассказа Пушкина, стало чем-то характерным для него, Чайковского. Меня лично пиковая дама буквально свела с ума, превратила на время в какого-то визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого. Именно с нее начался во мне уклон в сторону какого-то культа прошлого. Этот уклон отразился затем на всей художественной деятельности нашего Содружества в наших повременных изданиях в мире искусства, в художественных сокровищах России, а позже и в старых годах. Он же выявился в наших книгах в Дягилевской монографии Левицкого, в моей монографии Царского села. Имеется в виду книга «Царское село» в царствовании императрицы Елизаветы Петровны «Материалы для истории искусства в России в XVIII веке» Санкт-Петербург, товарищество Голике и Вильборг, 1910 год. Вообще, этот наш пассеизм, еще раз прошу прощения за употребление этого неказистого, но столь удобного термина, дал вообще направление значительной части нашей творческой деятельности. Своим пассеизмом я заразил не только тех из моих друзей, которые были уже предрасположены к этому, как Сомов, Добужинский, Лансере, но и такого активного, погруженного в суету текущей жизни человека, как Дягилев. И вот еще что. Если уж пиковую даму Пушкина можно считать гофмановщиной на русский лад, то в еще большей степени такую же гофманщину на русский лад, на петербургский лад, надо видеть в пиковой даме Чайковского. Для меня вся специфическая атмосфера гофмановского мира была близкой и понятной, а потому я в пиковой даме обрел нечто для себя особенно ценное. Музыка пиковой дамы получила для меня силу какого-то заклятия, при помощи которого я мог проникать, выздав на меня манивший мир теней. Для многих, пожалуй, для громадного большинства, этот мир представляется чем-то фантастичным, и реальным, отошедшим, исчезнувшим навсегда. Для меня же, особенно в те времена, он представлялся чем-то еще живущим, существующим. Сколько мне пришлось слышать в течение моей жизни обвинений в том, что увлечение прошлым есть нечто болезненное, чуть ли не порочное. Иные считают такое перенесение в прошлое за нечто, подобное сумасшествию. Однако этот самый пассеизм не только привел к созданию целой отрасли науки, к истории, но он вызвал к жизни несчетное количество прекраснейших произведений искусства и литературы. В последние годы гимназии я мало и не особенно усердно занимался художественным творчеством. Это была пора, когда я ревностно изучал искусство. С особенным любопытством и возбуждением посещал выставки и музеи. Но сам я редко брался за карандаши и кисти. Лишь иногда на меня находила какая-то статья, и тогда возникали разные исторические фантазии, навеянные спектаклями или чтением исторических романов Де Виньи, Дюма, Гауфа, Мерюме, Гюго, Вальтер Скотта и других. Большей независимостью отличались несколько отдельных картин, из которых одна изображала мрачный рыцарский замок среди белого зимнего пейзажа, другая — грандиозную виселицу, выделявшуюся на фоне вечеревящего неба, третья — монастырь, расположенный далеко над долиной могучей реки. В общем, насколько мне помнится, эти тогдашние мои опыты были довольно беспомощны. Не хватало ни знаний, ни технического опыта. Но вот с особой силой, проснувшийся под действием моего восторга от музыки культ прошлого, подзадорил меня к тому, чтобы с большим упорством продолжать уже начатое, а иное — начинать с изного. Так я три раза принимался за картину, в которой захотел выразить свое увлечение восемнадцатым веком, в частности, эпохой императрицы Елизаветы Петровны, эпохой, не пользующейся вообще особым уважением историков, к которой я, однако, с отроческих лет питал особое влечение. Выше я уже рассказал о том, что я буквально влюбился в ее портрет, на котором художник Каравак изобразил восьмилетнюю девочку в виде маленькой, совершенно обнаженной Венус. Этот портрет красовался в диванной Петерговского большого дворца. А на другой стене этой же комнаты висел в затейливой раме ее же портрет, но уже в виде императрицы. Он был писан французом ван Лоу. В Петерговском дворце находилась в те годы копия с портрета Каравака 1684-1754, исполненная в шестидесятых-семидесятых годах восемнадцатого века бухгольцем. Подлинный портрет царевны Елизаветы Петровны, ребенком, вторая половина 1710-х годов, поступил в 1897 году в Русский музей из собрания Лобаново-Ростовского. Вся эта комната с окнами, выходившими на столетние ели, обладала исключительным шармом. Помянутая же моя композиция, мне так и не удалось довести ее до конца, представляла царицу и ее блестящий двор на фоне павильона «Эрмитаж» в Царском селе. Другим отражением моего помешательства на Елизавете было составление целиком измышленной мной реляции или рассказ очевидца о вступлении на престол Петровой дочери. Эту реляцию, выдав ее за найденный в бумагах отца подлинный манускрипт, я прочел 25 ноября 1892 года своим друзьям, поверившим достоверности моего документа, после чего был сервирован у нас в зале при зажженных люстри и всех канделябрах довольно роскошный ужин, а во главе стола, на кресле, был водворен портрет Елизаветы I, что означало, что ее императорское величество удостоило нас своим присутствием. Пиковую даму я услыхал и увидал в декабре 1890 года. Более же усердно я принялся за свои живописные фантазии с лета 1891 года, когда возобновление нашего романа как-то чудесно окрыляло меня. Моя возлюбленная всецело разделяла мои восторги от музыки и всюду сопутствовала мне в прогулках по излюбленным местам Петербурга, по аллеям летнего сада, по островам, по той эспланаде, что выдается полукругом в Неву перед фасадом биржи, по парку Екатерингофа. Будучи глубоко музыкальной натурой, Атя переживала не менее сильно, нежели я упоение русской музыкой, и в частности Чайковским. И то, что обе ее сестры, будучи профессиональными музыкантшами, не разделяли ее увлечения, создавало для нее, следовательно, для нас обоих, род прелестной духовной обособленности. Эту потребность в уединении, которое вообще свойственно влюбленным, мы находили теперь особенно в музыке. У нас был свой, как бы отдельный мир, и как бы специально для нас созданная, и нами только вполне оцениваемая музыка. И эта музыка, не только пиковые дамы, спящие красавицы, Евгения Онегина, князя Игоря, но и многого другого, как-то всегда сопровождала нас. Мы ее не переставали слышать внутри себя, где бы мы ни были. Я не могу расстаться с моим рассказом о пиковой даме, не сказав еще несколько слов о ней, как о спектакле. В смысле зрелища постановка отличалась обычными для императорской сцены достоинствами и недостатками. Тщательность, художественное мастерство и роскошь как-то сплетались с удивительным безвкусием, а то и с бросавшимися в глаза абсурдами. Как, например, укажу на то, что в прекрасной декорации Иванова, спальне графини, в виде гобеленов стены были украшены хорошо всем известными композициями современных французских художников Бугро, Кабанеля и других. Однако все же недостатков в данной постановке было гораздо меньше, нежели в какой-либо другой, и в целом можно было эту постановку считать за самую удачную и выдержанную за время дирекции Всеволожского. Он лично как-то особенно ее облюбовал и внимательно следил за исполнением всех предначертаний. Благодаря Ивану Александровичу костюмы и военные формы в летнем саду носили тот характер подлинности, который и навел дядю Мишу Ковоса на сравнение с Ходовецким. Благодаря директору костюмы на балу отличались особой точностью и богатством и так далее. Задумана была декорация спальни графини с таким настроением и исполнена была художником Ивановым с таким мастерством, что когда мне досталась честь создать в 1920 году новую постановку пиковой дамы вместо окончательно обветшалой первоначальной, то я решил сохранить планировку и общий характер Ивановской декорации, придав только еще больше торжественности всюду и выдержав более строго архитектурный стиль в духе расстрели. Очень удачно было в 1890 году распределение ролей. Я задался целью держаться в общих чертах основного плана первоначальной постановки, как-никак удовлетворившей Чайковского, и удалял лишь все то, что противоречило ее же стилю. Так, распланировав более затейливо и в характере баскетных затей декорацию летнего сада, я придал редкой листве деревьев более определенный весенний характер. Действие происходит еще в апреле. Комнате Лизы я придал более девичий характер. Мой большой бальный зал напоминал грандиозные чертоги Потемкинского дворца. В казарме я подчеркнул унылость казенщины, а сцену на зимней канавке — это, пожалуй, зря — я перенес в белую ночь, так как свет луны в Петербурге в мае почти незаметен. Бальный зал напоминал грандиозные чертоги Потемкинского дворца, парадные залы Таврического дворца, построенного для Потемкина Старовом 1745-1808 в 1783-89 годах. Наконец, в последней картине «Игорный дом», наименее удачный в первоначальной постановке я сообщил известную торжественность, требующуюся близостью развязки. Правда, массивная, несколько уже тогда старообразная Медея Фигнер не подходила в смысле внешности для роли несчастной и хрупкой аристократичной барышни, какой я себе представляю Лизу. Правда, ее манера петь была чересчур итальянской, но это забывалось, как только начинали действовать чары ее сильного свежего голоса. О дуэте под аккомпанемент флейты и фортепиано, петом ею вместе с Долиной, обладавшей божественным контральтом, я сохранил по сей день самую отчетливую и восторженную память. Но неоспоримым героем всего спектакля был Фигнер, бывший и до того любимцем публики, но стяжавший созданием роли Германа безусловное и восторженное признание. Даже его несколько сдавленный тембр оказался здесь уместным, ибо он углублял впечатление чего-то фатального, обреченного. Вообще, в облике Фигнера было нечто мрачное, и в нем не было ничего от приторности традиционного тенора, однако в Пиковой даме эта мрачность была еще подчеркнута формой черного гусара и гримом. Для данной роли Николай Николаевич решил сбрить бородку, оставив усы. Лишиться же последнего украшения своего лица он не пожелал. И тогда Германа превратили из инженера, каким он является у Пушкина, в кавалериста, коим ношение усов было в XVIII веке предписано. Из разных же гусарских полков выбор остановился на нежинских гусарах, мундир которых был черного цвета. Провел свою роль Фигнер с такой убедительностью, с такой страстью, которая доказывала, что он совершенно с нею сроднился. В течение нескольких часов он отождествлялся с представляемым им лицом. Такого Германа, каким был Фигнер, я больше не видал и не слыхал. Да и едва ли можно себе представить, что какому-либо театру могло бы выдаться счастье найти столь подходящего в роли артиста. Вполне в соответствии с таким идеальным Германом была и исполнительница роли старухи-графини Славина, тогда еще совсем молодая и красивая женщина. Не пожалевшая себя, однако, чтобы изобразить старую коргу, ветхую развалину, подобие жуткой ведьмы. Благодаря сочетанию этих двух артистов в сцене спальни графини получилось нечто такое, от чего шел мороз по коже. Особенно убедительно передавала Славина момент засыпания бывшей Московской Венеры. Она вспоминает о Версальских приемах, о самой Маркизе Помпадур и напевает арию из Ричарда Львиное Сердце, которую она когда-то певала перед королем. Только человек с глубоким артистическим чутьем мог найти тот способ петь говорком с каким-то потуханием, который нашла Славина. Чувствовалось, что старуха подошла к самому порогу смерти, к краю могилы, и, стоя у него, оглядывается на целый ушедший в какую-то тусклую даль, а когда-то полный блеск мир. Чуть было досадно, что тут получился анахронизм. Опера Гритри Ричард Львиное Сердце была сочинена в такие годы, когда и Маркиза, и ее царственный любовник давно покоились в гробу. Но такая историческая справка охотно забывалась, когда Славина в полудремоте пела «Я боюсь говорить с ним ночью, меня слишком волнует каждое его слово». Еще один артист способствовал прелести первого создания пиковой дамы. То был старик мельников, давно спавший с голоса, но по-прежнему всей своей манерой петь, свидетельствовавший о традициях лучшего тона. Образ Томского, созданный им, получился также совершенно убедительным. В этой первоначальной версии Томский не был товарищем по полку Германа, а типичным русским барином, любителем вращаться в молодой компании. Он и одет был, соответственно с его положением и с годами, в штатское платье, солидно, просто, и все же являл образ несомненного вельможи. Этот образ я и вернул своему Томскому в 1920 году, а певец Андреев, поняв задачу, отлично справился с ней. И еще раз не могу не пожалеть о том, что театральное искусство так недолговечно и по самой своей природе эфемерно. Мне хотелось создать образцовую постановку моей любимой оперы, и мне кажется, что это мне в значительной степени удалось. Была она одобрена и публикой. Однако уже десять лет спустя постановка пиковой дамы была вновь поручена какому-то гениальному новатору из молодых мерхольдовского толка, и этот художник устроил нечто столь ерундовое, такую карикатуру на модернистический лад, что ее пришлось вскоре заменить чем-то более благоразумным и осмысленным. Может быть, и вернулись к моей постановке. Имеется в виду одна из самых значительных постановок самого Мейерхольда. Спектакль «Пиковая дама» 1935 год в Ленинградском Малом Оперном Театре, сценарий которого принадлежал Мейерхольду Истеничу, а декорации художнику Чупятову 1890-1942. «Пиковая дама» в декорациях Бенуа была возобновлена в Ленинградском Театре Оперы и Балета в 1939 году. Глава 13 Смерть Мамочки Самым ужасным, самым печальным днем моей молодости было 11 23 апреля 1891 года, когда я потерял самого любимого и меня больше всех любившего человека мою мать. В общем, мама пользовалась хорошим здоровьем. За весь период в 20 лет, которые я имел счастье прожить с ней, она ни разу не болела серьезно. И я не помню ее, лежащей подолгу в постели. А неизбежные в петербургском климате гриппы и другие простуды, она переносила на ногах, не оставляя дома ни на единый день без своей самой внимательной заботы. Полушутя, она приписывала такое благополучие тому, что она не слушает докторов и как можно меньше лечится, а лекарства, прописываемые домашним врачом, если и покупались, то тут же нераскупоренные отставлялись в висячий шкафчик над ее рабочим столом. И замечательнее всего, что и доктор, бывавший у нас чаще в качестве папиного племянника, нежели врача, был с ней заодно. То был сын старшего брата папы, Леонтия Людовика Леонтьевича Бенуа, дяди Лулу. Кузен Леонтий Леонтьевич был лет на 30 старше меня. Это был очень милый, очень отзывчивый человек. Он считался отличным практиком. Он сам не очень верил в науку медицины и поощрял лечение домашними средствами. С годами это философическое отношение к своей профессии стало переходить в откровенный скептицизм, в безразличие и просто в вялость. Он и у нас стал бывать редко, и доверие к нему пошатнулось. Впрочем, это случилось позже, тогда как в описываемое время дядя Люля-доктор еще продолжал быть нашим домашним лекарем, и в его обязанности входило наблюдение за здоровьем всех родственников, обитавших на улице Никольской Глинки. Это было удобно для него, так как он сам жил в близком соседстве, занимая казенную квартиру в доме Казанской части у Львиного мостика, при которой он состоял участковым врачом. Мамина недоверие к медицине, поддерживаемое до известной степени философией дяди Люли-доктора, не мешало ей прибегать к разным испытанным простейшим средствам компрессам, припаркам, гоголь-моголю, лимонаду, настойке из исландского мха, горчичникам и тому подобное. Периодами она увлекалась и гомеопатией, не обращаясь однако к пользованию врачей этого толка, а вычитывая в печатном лечебнике названия средств, полагающихся в случаях разных заболеваний, аппетитные прелестные флакончики, наполненные белыми крупинками или бесцветными каплями, всегда красовались на полке помянутого шкафика. Кроме того, особым доверием пользовалась некая панацея, носившая громкое название «жизненный эликсир», что приготовлялось по столетнему рецепту провизором Шуппе на Екатеринговском проспекте. Снадобье это продавалось в бутылочках старинного фасона с этикетками, напечатанными еще при Александре Первом. Окрашен был эликсир в темно-коричневый цвет, а на вкус он напоминал лакрицу. Моему романтизму нравилось, что было таинственного в этом, и что напоминало чудодейственные напитки, о чем говорится в сказках или романах Александра Дюма-Пера. Но вот с осени 1890 года мамочка стала прихварывать. Ее начал мучить неотвязный кашель, становившийся все более надрывистым. Временами ее безвидимой причины знобило или бросало в жар. Сидя как-то рядом с ней в театре, я обратил внимание на какой-то странный шумок, вырывавшийся помимо ее воли, ни той из гортани, ни той из груди. Это было что-то вроде легкой икоты и нечто во всяком случае новое для меня и почему-то очень меня встревожившее. Мамочка сердилась, когда я спрашивал, что она при этом испытывает, хотя для меня было несомненно, что этот непроизвольный звук ее самое беспокоит. По настоянию папы Люля-доктор несколько раз заходил, внимательно выслушивал маму, но ничего ненормального не находил, если только он не скрывал того, что он констатировал и с чем уже не в силах был бороться. Запомнился мне и такой случай уже в феврале 1891 года и не столько сам по себе, сколько потому, как мамочка на него реагировала. В своем упоении пиковой дамы я настоял на том, чтобы была взята семейная ложа, и я заставил маму пойти на этот спектакль. В ложе, кроме нее и меня, сидели брат Миша и его жена и еще кто-то из родных. Я был убежден в том, что музыка произведет свое действие даже на таких профанов, как моя кузина и Бельсер Оля и заставит ее отказаться от общего всей семьи предрассудка против русской музыки. Но я ошибся. Оля стала с первой же сцены все критиковать и даже отпускать по адресу постановки и артистов едкие замечания, что, разумеется, в высшей степени меня злило. А тут еще на беду с половиной спектакля соседнюю ложу наполнила шумливая компания, которая уже без всякого стеснения довольно громко стала издеваться и над певцами, и над музыкой, никак иначе не реагируя на происходившее на сцене. Не раз я прерывал идиотскую болтовню свирепым шиканьем, но это не помогало. Но вот как раз во время сцены в казарме и Оля обернулась ко мне с одним из самых нелепых иронических замечаний. Тут я не выдержал. Я не помню, что я ей ответил. То была, вероятно, какая-то грубость, которую я прокричал на весь театр, а чтобы еще более подчеркнуть свое негодование, я бросился вон из ложи и, опрокинув стул, со всего размаху хлопнул за собой дверкой. Это как раз совпало с моментом, когда на сцене под напором ветра распахивается окно и слышат содребезжания разбитого стекла. Мой поступок был выходкой балованного, неумевшего владеть собой юнца. И все кончилось на следующий день моими извинениями и полным примирением с Олей и Мишей. Немало бывало подобных вспышек моих в те годы, и я бы не запомнил этой, если бы не тихие упреки мамы и особенно ее фраза «Ты меня так напугал, что у меня внутри точно что-то оборвалось». Когда всего через три недели после этого с мамочкой случился первый припадок удушья, то я невольно с ужасом подумал, не был ли тот испуг, если не основной причиной ее тяжкого заболевания, то, во всяком случае, чем-то, что ускорило кризис. Самый же кризис произошел в среду, на первой неделе поста. В этот вечер я обедал у бабушки ковоз, и, возвращаясь на извозчике, по черной оттепельной слякоти, почему-то поравнявшись с церковью Спаса на Сенной, определенно почувствовал, что меня дома ожидает какая-то беда. Вид этого храма внушал мне вообще какие-то необъяснимые мрачные мысли и предчувствия. На сей же раз такое же предчувствие нашло себе сразу подтверждение, как только заметив, что в спальне родителей свет, я прошел туда. Папа уже спал, но мама, лежа на правом боку, не спала, причем она прерывисто, часто и с трудом дышала. Глаза ее были открыты и выражали ужас. На мой вопрос, что с ней, она с трудом проговорила, это ничего, ванна была очень горячая, вот и сделалась одышка. Но не успел я пройти к себе, как услыхал, что в спальне родителей поднялась суматоха, послышались спешащие шаги Кати, какие-то восклицания поднятых слуг, захлопали двери. Маме сделалось совсем худо, она задыхалась. Надо было тотчас же ехать за доктором, телефоны еще не были в ходу. Я и поехал, с трудом найдя в столь поздний час, было около часу, извозчика. Люлю доктора, переехавшего в это время со своей прежней квартиры на площадь за Казанским собором, я поднял с постели. Едучи с ним обратно, я пытался выведать, считает ли он мамино заболевание очень серьезным, но люля доктор дремал и, уткнув нос в шубу, отвечал одним мычанием. Маму мы застали сидящей на постели, ее поддерживали муж и дочь. Она пыталась вздохнуть, глотнуть воздуха, но это не удавалось ей. паузы были использованы разные домашние средства, ножная ванна, растирание, горячий компресс, ничего не помогало. Не помогли и лекарства, прописанные доктором, за которыми я слетал в ближайшую аптеку у Харламова моста. Ни одна аптека в те времена в Петербурге, да, вероятно, и во всей России, на ночь не закрывалась. Ночь и аптеку можно было легко найти благодаря стоявшим в окнах стеклянным вазам, которые, освещенные изнутри, служили как бы фонарями и светящейся вывеской. Обожаемая мамочка ужасно страдала, но мучились и мы, обступавшие кровать, сознавая свое бессилие ей помочь. Наконец, часам к семи кризис стал проходить, дыхание постепенно восстанавливаться. И как только она смогла произнести несколько слов, она поспешила заверить, что теперь ей совсем хорошо и что ей стыдно, что она нас потревожила. В те годы у меня была привычка иногда заглядывать в будущее, в чем, впрочем, я видел и нечто греховное. И на сей раз я прибегнул к своего рода гаданию. Я открыл папин красный шкаф, стоявший в моей спальне, вытащил один из томов архитектурного труда «Архитектура Гэллобода» и раскрыл его наугад. Каков же был мой ужас, когда передо мной предстала таблица, на которой изображен был гроб под балдахином, окруженный свечами. Вероятно, средневековый реликварий, заключавший в себе останки какого-либо святого, но я увидел в этом прямой и безнадежный ответ на мой вопрос. В ту минуту я отказался поверить ему, однако через пять недель гроб с телом нашей обожаемой действительно стоял в соседней зале. Недуг, которым мама захворала, был грудной жабой, и эта болезнь считалась семейной особенностью ковозов. От нее скончались и мой дед, и двоюродные братья мамы, Альберт и Камилла, и оба брата мамы дяди Ваня, живший в Тифлисе, и год назад дядя Костя. Недели через две последовал второй припадок, и с этого момента мы с растущей тревогой стали ждать третьего, который считался неминуемо роковым. Но сама больная и теперь отказывалась от серьезного лечения. Как только ей казалось, что ей лучше, она переставала принимать предписанные лекарства и, мало того, отказывалась соблюдать и самую элементарную осторожность. Уже на следующий день, после второго припадка, она поднялась с постели и взялась за свои обычные занятия, за шитье, за уборку, а иногда она даже проходила и на кухню. Всего за два дня до кончины я был чрезвычайно обрадован. То был вторник на вербной, а у мамы был старинный обычай в эти дни будить нас посредством стегания вербным пучком, причем полагалось приговаривать «верба хлест бьет до слез». Так и на сей раз мама меня, заспавшегося до одиннадцати часов, разбудила таким способом. При этом меня поразило и веселые выражения ее лица, и то, что она с утра была одета в свое выходное платье, застегнутое у ворота любимой моей брошкой в виде цветка Анютина глазки. Видимо, она чувствовала себя прекрасно, совершенно здоровой. Необычайный же парад ее туалета объяснялся тем, что Леонтий прислал ей свою открытую коляску с предложением воспользоваться приятной солнечной погодой и прокатиться. Это был ее первый выезд после многих недель безвыходного сидения в заперти, и она этому по-детски радовалась. День был действительно на редкость ясный, на небе не облачко. За последние дни стало вообще так тепло, что у нас в зале и в папином кабинете накануне были выставлены зимние рамы, и теперь, когда открывали для проветривания окна, то в комнаты проникал могучей струей тот особый, сильный и столь вкусный воздух, в котором так ярко сказывается наступление нашей северной весны. Увы, не исключена возможность, что именно этот дивный воздух, самая дурманящая сила его, произвели на организм мамочки слишком резкое и прям-таки роковое действие. Вернулась мама со своей получасовой прогулки вдоль набережной Невы, если не разбитая, то и не приободренная. От утренней радости во всяком случае не оставалось и следа. За завтраком обнаружилось, что у нее совсем пропал аппетит, а после завтрака она сразу пожелала лечь в постель. К вечеру же она почувствовала себя настолько худо, что пришлось послать за доктором. Весь следующий день она пролежала, а в четверг 11 апреля она хоть и поднялась, оделась, но ее вид ясно говорил, что ей сильно не можется. Она то прикладывалась на диван в кабинете папы, то бродила тихими шагами по комнатам. Несколько раз она заглядывала и в мою красную комнату. Чувствуя по всему телу ощущение мурашек, она просила меня ее растирать. Все это заставило папу созвать часов около трех консилиум. Был призван по совету люли доктора, известный доктор грим и еще какой-то врач, специалист по сердечным болезням. В это время меня не было дома. Мне надо было побывать в университете, где я уже начинал переходные экзамены с первого на второй курс, и я только по возвращению узнал о результатах совещания. Врачи нашли положение больной чрезвычайно серьезным. Можно было ожидать худшего, если не на днях, то через несколько недель, едва ли месяцев. Однако в близкий исход я никак не мог поверить, а раз допускалась какая-то отсрочка, то пробуждалась и надежда, что за это время мамочка, окруженная особенно внимательным уходом, может еще и совсем поправиться. Меньше всего я мог допустить, что смерть уже на пороге, и не последние недели или дни, а последние часы сочтены. Растирая ее, ощущение мурашек все усиливалось, я пытался ее ободрить, но мама решительно отклоняла эти уверения, а в глазах ее, блуждавших по комнате, появилось совершенно новое выражение какого-то ожидания или прислушивания. Вспомнился мне и разговор, происходивший у нас дней за десять, до того, когда мама чувствовала себя после второго припадка недурно. Как раз тогда великим постом в малом театре шли гастроли Элеоноры Дузе, и весь город обсуждал ее понимание разных ролей. Кто-то особенно восторгался знаменитой актрисой в роли дамы с камелиями, подробно описывая, как она проводила сцены смерти. Мама с большим интересом слушала, а бабушка, заметив это, предложила ей место у себя в ложе на это самое одиннадцатое апреля. В ответ мамочка несколько грустно улыбнулась и промолвила, «Что мне ходить смотреть, как умирает Дузе, когда я сама вам это скоро представлю?» Мамочка, видимо, вполне сознавала свое положение, но не смерть ее пугала, а ее заботило, что станется без нее с нами, с горячо любимым мужем, с Катей и ее детворой, а главное со мной, недорослем. Она то и дело произносила фразы, долженствовавшие нас подготовить к этой разлуке, вроде «Скоро меня не будет с вами», «Мне недолго осталось жить» и так далее. Когда я протестовал или принимался ее разубеждать, она, совершенно искренне, говорила, что устала, что она будет рада успокоиться. При этом она едва ли верила в загробную жизнь, однако никогда прямо о том не заговаривала, щадя религиозные чувства мужа и детей. Утомили же мамочку непрестанные заботы за всех нас. Устала она от всего того, что выстрадало за других ее любвеобильное сердце. Случалось, что мама произносила такие же фразы и раньше. Но когда угроза кончины придвинулась вплотную, когда она заболела тем недугом, который ее свел в могилу, то эти предчувствия получили большую отчетливость. Забота же о близких обострилась в чрезвычайной степени. Она хорошо знала полную деловую беспомощность папочки и поэтому спешила привести в порядок те дела, которыми она лично заведовала. дяди кости ее главного советчика при ней уже не было, но теперь ей в этом помогли советами ее зять Эдвардс и наш свойственник архитектор Фурман, который был женат на дочери дяди Лулу, старшего брата отца. В частности, свою заботу обо мне мама недели за две до кончины выразила в том, что она пожелала заплатить те долги, которые я понаделал, исключительно на почве моей книгомании. В книжных магазинах Эриксона на Вознесенском и Вольфа в гостином дворе я забирал книги пудами, не имея силу стоять перед соблазном войти в обладание того или иного труда по истории искусства, особенно тогда, когда такой труд был богато иллюстрирован. Счета в обоих магазинах выросли до таких сумм, что мне становилось все более и более стыдно в них признаться, особенно ввиду того, что на своей прихте я получал вообще гораздо больше, чем все мои товарищи. Но в этом последнем разговоре мама добилась таки того, что я покаялся в своих грехах и, слегка пожурив меня, она тут же выдала мне на руки всю сумму, присовокупив, чтобы я вперед, когда ее не будет, был более благоразумным. Увы, эту ее просьбу я не исполнил и от данного порока не избавился и по сей день. Как ужасно я ошибся, когда истолковал приговор консилиума в оптимистическом смысле, воображая, что перед нами еще несколько месяцев совместной жизни с мамой, а там Бог даст, она и совсем поправится. вечером того же дня мамы уже не стало. Она продолжала лежать одетая на диване в кабинете. Было около девяти часов. Казалось, что мама тихо отдыхает, вся же остальная семья собралась в соседней столовой вокруг чайного стола, причем я был занят разглядыванием только что полученной от Вольфа книги. Все говорили полушептом, чтобы не будить маму, не прерывать ее благотворного сна. И тут-то уютную тишину прорезал дикий, какой-то свирепый вопль. Это не был крик, а это был не человеческий звук, более всего похожий на тот, что получается, когда разрывают полотно. Все обомлели и не знали, что подумать. Но сомнения не оставалось. Звук исходил из кабинета. Его произвела наша тихая, терпеливая, выносливая мамочка. Звук выражал какое-то чудовищное страдание, и все поняли, что эта смерть расправляется со своей жертвой. Смерть душила нашу обожаемую, и не было никаких средств помочь отогнать страшную гостью. Когда мы ринулись в кабинет, то мамочка была еще жива, и она с выражением ужаса на лице обвела нас глазами, после чего как-то съежилась и затихла. Мамы с нами больше не было. и как странно, что переживая этот самый трагический момент своей жизни, точнее, свой первый действительно трагический момент, я все же не утратил сознание того, что вокруг меня происходит. Я даже успел удивиться тому, что это так, и что мои глаза не наполняются слезами, тогда как у меня на плече рыдала сестра Катя. Мне казалось, что я как-то отодвинулся в сторону и гляжу на какую-то сцену прямо до меня, не касающуюся. В этом было что-то мучительное и уродливое. Я бы хотел, чтобы меня одарело горе, но эта реакция медлила явиться. Я точно весь окаменел. И вдруг блеснула мысль, а что, если еще не все потеряно? Если еще можно вернуть к жизни мамочку, скорее доктора, ближайшего. Я как раз случайно запомнил адрес какого-то доктора на углу торговой и мастерской. К нему я и помчался пешком, не теряя ни минуты, даже на то, чтобы надеть пальто. Но доктор, услыхав мой рассказ, промолвил «Очевидно, смерть от удара». Все же он уступил моей просьбе и последовал за мной. Но ни малейших признаков жизни не оставалось, и тело успело остынуть. Та, которая меня родила, частью которой я когда-то был, наша обожаемая, столь отзывчивая, столь заботливая, столь любящая и жизненная мамочка была теперь бездыханным трупом. И сразу, как только доктор констатировал несомненную смерть, мамой стали распоряжаться как какой-то вещью. К счастью, то выражение, которое несколько исказило ее милые черты в момент смерти, сгладилось. Поразило меня, что как шестнадцать лет до того, когда умер брат Иша, папочка и теперь не плакал. А между тем для него кончина верной и обожаемой подруги жизни означала конец всякого земного счастья. И как тогда папа и теперь, вероятно, чтобы отвлечься, сразу занялся устройством последнего ложа мамочки на сей раз в зале. Уже через час его камелунза, одетая в свое шелковое сиреневое платье, перешитое из перекрашенного подвенечного, лежала на большой доске, положенной на два табурета и задрапированной простынями. А в головах папа и на сей раз установил большое скульптурное распятие, висевшее обыкновенно в спальне. В ногах горели в бронзовых шандалах свечи. Тут произошла еще одна раздирающая сцена. Кто-то из близких, вероятно, Жене Лансере, съездил в малый театр, чтобы сообщить бабушке печальную весть. Как раз на сцене Элеонора Дузе переживала горькую судьбу Маргариты Готье, и драма близилась к концу. Бабушке не суждено было увидеть этот конец. Мама сдержала слово. Она показала нам, как умирают. На звонок приехавших из театра отворил дверь я. Но бабушка не сразу вошла, а как-то попятилась и замахала на меня руками. Нет-нет, приговаривала она, это неправда, она жива, Камиль не могла умереть. Когда же она убедилась, видя наш сокрушенный вид, что больше ни надежд, ни сомнений нет, она резко повернулась, точно собираясь пуститься в бегство, а затем в полуобмороке опустилась на подоконник лестничного окна и там зарыдала. Мне было приятно, если вообще что-либо могло быть в такие минуты приятно, что вместе с бабушкой прибыл ее внук, сопровождавший ее в театр, Сережа Зарудный. Несмотря на разницу лет между нами, мы за последние годы очень сблизились. За семейными обедами я норовил всегда оказаться рядом с ним. Видимо, и он был заинтересован своим молодчиком-кузеном. Он недавно окончил правоведение и теперь уже состоял на службе. В наших беседах будущий прокурор сказывался в том, что Сережа охотно переходил на тон своего рода допроса, задавая мне иногда и очень недискретные, смущавшие, а то излившие меня вопросы. С другой стороны, эта его манера располагала меня сводить нашу беседу на тему более задушевного и даже покаянного характера. Это отвечало моей тогдашней потребности выяснить себя, изливаться. Некоторое преимущество Сережи перед моими друзьями заключалось в самом факте его близкого родства, в том, что он знавал меня всегда, с незапамятных времен, и в нашей, обычной для обоих, семейной обстановке. И вот в этот ужасный, самый ужасный из пережитых мной вечеров появление Сережи оказалось, если не утешением, то каким-то отводом. Пока шли печальные приготовления, пока мамочку при жизни нетерпевшую посторонней помощи мыли и одевали, я с Сережей удалились в мою комнату и завели привычную беседу. И на сей раз он не совсем бросил свой прокурорский тон, не обошлось и без свойственных ему, или вообще русским людям, бестактных расспросов. Он не уставал доискиваться, как именно все произошло, в чем именно выразилась агония, как отнеслись к смерти папа и мы все. И вот даже наименее тактичные вопросы оказывали на меня своего рода благотворное действие, они помогли мне излиться. Мой подробный рассказ Сережа как бы заменил те слезы, которые так и не явились в облегчение давившему меня горю. Когда мы снова увидали мамочку, то она уже лежала в зале. Черты ее лица приняли свойственное ей выражение какой-то ласковой сосредоточенности. Казалось, что она спит и тихо радуется тому, что ей грезится. Это выражение запечатлела и фотография, снятая на следующий день, и та гипсовая маска, которую сформовали с нее наши знакомые скульпторы О'Бер и Харламов. В самый вечер кончины мамочки меня поразило еще одно обстоятельство, носившее определенно таинственный характер. Проходя по столовой около полуночи, я по привычке взглянул на циферблат больших, стоявших в углу часов, и к удивлению своему увидел, что стрелки показывали без двадцати девять, иначе говоря, часы остановились в ту самую минуту, когда мамочка испустила последний вздох. Из моего приготовления к переходному экзамену, который был назначен на ближайший понедельник, разумеется, ничего не могло выйти, и я решил обратиться лично к профессору Вредену, не сделает ли он ввиду столь особенного случая исключение для меня, не отложит ли мой экзамен на несколько дней. С этой просьбой я и отправился к нему в суббот под вечер на дом. Жил он где-то на Загородном или на Звенигородской, рассчитывая на то, что этот добродушный шутник, забавлявший аудиторию смешными анекдотами и отличавшийся большой снисходительностью на экзаменах, отнесется ко мне благосклонно. Вреден выслушал меня с видом полного сочувствия, однако отложить мой экзамен отказался, так как это было бы против всех правил. При этом, однако, он обнадежил меня, что это будет не так уже страшно. В понедельник, едва успев еще раз пробежать его учебник, я пошел в университет в полном смятении. Это было в самый день похорон, но теперь я забыл, побывал ли я в университете утром до полудня или часов около четырех уже после погребения. Но Вреден сдержал слово. Он предложил мне такие вопросы, на которые и человек никогда ничего о политической экономии не слыхавший, сумел бы все же что-нибудь ответить. Да он и не дожидался моих ответов. А сам за меня проговаривал все то, что нужно, делая вид, что он как бы проверяет мой ответ про себя. Я был готов обнять старика. В субботу вечером в сумерках состоялся вынос. Мамочка уже лежала в гробу, все такая же ясная, ласковая. Никаких признаков смерти не обнаруживалось. И даже не побледнели два крошечных родимых пятнышка наверху лба у самых волос, одно синенькое, другое красное. Я эти пятнышки знал с самых ранних лет и ежедневно целовал их по очереди, когда мучил маму своими ласками. Около восьми часов при большом стечении людей пришли и все мои друзья. Пер Лагранж отслужил полагающуюся службу и произнес надгробную речь. Дядя Миша Кавос был от нее в восторге. Он не уставал повторять одну и ту же фразу «Непобедимо то войско, в котором и простой солдат способен с таким достоинством нести свою службу». На меня же этот образец церковной элоквенции не произвел того же впечатления. Уж очень чувствовался в нем под оболочкой простоты и почти грубости суровый тон известный прием. С виду же Пер Лагранж высокий худой с предлинной седой бородой был очень эффектен. Он скорее напоминал своим видом капуцина нежели доминиканца. В половине девятого повезли маму в церковь святой Екатерины по столь мне знакомому пути, по которому я с мамой часто ходил, через поцелуев мост, мимо казаром флотского экипажа, где еще продолжали жить родители Ати, мимо реформатской церкви, которую я с той же Ати посещал когда-то каждое воскресенье, мимо магазинов, в которых мама покупала мне облюбованные игрушки, мимо величественного дворца Строганова, мимо Казанского собора. Две ночи гроб с мамой простоял в особой капелле при церкви святой Екатерины. В понедельник же, 15 апреля, состоялось погребение. Утром была получена телеграмма от Альбера из Каира, куда он отправился тотчас же после того, что в Крыму обвенчался с Шпак. Альбер умолял отложить похороны до его возвращения, но уже было поздно отменить все распоряжения. Отпевание происходило в церкви, куда мама меня водила на уроки катехизиса Пэра Женье. Наши многочисленные родня и еще более многочисленные знакомые почти заполнили храм. Вокруг гроба, заваленного цветами, служили в своих траурных облачениях три священника, а хор мальтийской церкви под мощные громы органа исполнял прекрасный реквием Гумеля. Все получилось торжественно и благолепно, но, пожалуй, не во вкусе той, во имя которой происходила вся эта помпа. И мне точно слышались ее попреки. Зачем все это? К чему все эти бесполезные траты? Все же я лично был доволен, что так почтили нашу дорогую мамочку, что папочка отказался на сей раз от своей обычно утрированной скромности, дабы всенародно выразить свою любовь к верной, но покинувшей его, согласно его убеждениям не навсегда подруге. Стояла солнечная, почти летняя погода, но по Неве все еще неслись льдины Ладожского озера, с грохотом ударявшиеся об каменные устои Литейного моста. За гробом шла густая толпа, которая почти не разрядилась до самого Выборгского кладбища, а в подвальное помещение кладбищенской церкви, где в левом пределе находится находится ли еще наш фамильный склеп, лишь одна треть провожавших смогла проникнуть. Плиты, прикрывавшие самую могилу, были уже отвалены. Рядом лежали кучи земли и песка, а прямо под ногами зияла темная дыра, в глубине которой едва виднелись металлические гробы. Один ишин, довольно большой, и два детских, в которых покоились умершие в младенчестве моя сестра Луиза и моя племянница Катя Лансере. Когда-то голая задняя стена склепа теперь была украшена недавно прибывшим из Италии мраморным узорчатым алтарем, изваянным по рисунку папы в готическом итальянского типа стиле. Середина его занимала копия на фарфоре с фрески Беато Анжелико, исполненная сестрой Катей. Папа и теперь не плакал, но, несомненно, ему хотелось бы, не откладывая, лечь туда же. Жизнь ему должна была отныне казаться жестоко одинокой и какой-то бессмысленной. Увы, те же чувства владеют теперь мной, ибо и меня 30 марта 1952 года покинула обожаемая моя Атя. Глава 14 Воссоединение с Атей Первые месяцы после нашей разлуки в феврале 1890 года мне было очень тяжело. Несмотря на несколько навязанных себе увлечений, я все же мысленно и в душе часто возвращался к той, которая в течение трех лет была моим сердечным другом, из которой, будучи еще совершенно юным, я серьезно думал соединить свою жизнь. Постепенно все же рано зарубцовывалось, и осенью 1890 года, после ряда случайных встреч с Атей то в театре, то у ее сестры Маши, мне казалось, что ее общество я ощущаю не иначе, нежели общество ее сестер или других дам. Как раз в ноябре я решил окончательно ликвидировать это прошлое и уничтожить всякие его следы, а в первую же очередь нашу переписку. Как Атины письма ко мне, так и мои к ней все находились у меня. Мы не бросали и малейшей записочки, считая, что когда-нибудь нам доставит особую радость все это перечесть. Ну, а тут я решил, что все это прошлое, прошло окончательно. Писем было много. Особенно пространными были те, которыми мы обменивались в периоды, когда мы почему-либо встречали затруднения для личных свиданий. Усиление переписки способствовали и ссоры, особенно те, которые носили более серьезный характер и все же кончались миром. Надлежало тогда или ей, или мне, смотря кто из нас, первый сознавал свою вину объясниться. И эти объяснения доверялись бумаге. Но таких объяснительных и пространных посланий было не так уж много. Главным образом переписка состояла из коротеньких в несколько слов заметок, сопровождавших обыкновенно посылку какой-либо книги. Бывало и так, не успею я вернуться домой после нескольких часов, проведенных с милой, как уж потребность снова с ней побеседовать, одолевала меня в такой степени, что я исписывал несколько листов и снова дворник Аким, получив двугривенный за труд, шагал с одного конца Никольской до другого, с тем же приказом не уходить, пока барышня не напишет ответа. Всю эту корреспонденцию я и решил уничтожить. Но предварительно мне захотелось снова заглянуть в это прошлое, и поэтому, прежде чем бросить письмо в пылающий камин, я его перечитывал. Естественно, что это лучшее личных встреч стало вызывать в памяти всю прелесть нашего романа, все родство наших душ и сердец. Вначале я думал посвятить закадычного друга Валечку в это минувшее и прочесть ему наиболее характерные из этих писем. Благо мы оба тогда увлекались новой Элоизой, опасными связями и другими эпистолярными романами. Памятники французской литературы XVIII века Новая Элоиза 1761 Жан-Жак Руссо и опасные связи 1782 Шодерло Далакло Но чем глубже меня трогало то, что я читал, тем меньше я чувствовал желание посвящать в этот замкнутый интимный мир кого-либо постороннего. Показалось даже, что это было бы своего рода профанацией. Тщетно любопытный Валечка напоминал мне о таком обещании. Я находил всякие предлоги, чтобы откладывать прочтения, и так я своего обещания и не сдержал. В эту осень 1890 года я раза три видел Атью то у ее сестры, моей бывшей Бельсуар Марии Карловны, то у другой ее сестры Сони Вальштейн, Но эти встречи ничем особенным в моей памяти не запечатлелись. Первая же моя встреча с ней одной произошла как раз вскоре после того, что я сжег последнюю партию наших писем. Эта встреча хоть и не успела привести к какому-либо значительному обмену мыслей, все же запомнилась мне как нечто чреватое последствиями. В самом факте, что это произошло на студенческом балу, точнее, на концертном отделении, предшествовавшим танцам, что я, никогда раньше таких общественных увеселений не посещавший, на сей раз, неизвестно почему, все же на этот вечер отправился, можно при желании узреть некий перст судьбы. Попал же я на бал в качестве студента-распорядителя, не сумев отказаться от этой навязанной каким-то товарищем обязанности. С своей стороны и Атя, которая тоже не имела обыкновения посещать общественные балы, явилась на концерт просто потому, что жила у сестры в доме соседним с залом дворянского собрания, и ее чем-то заинтересовала программа концерта. Я заметил Атю, стоя на верхней площадке лестницы, где нам, распорядителям, надлежало встречать и отводить на места особенно почетных гостей. Именно за такую почетную гостью я счел свою бывшую невесту и провел ее в первый ряд кресел. Атю была в тот вечер необычайно мила. Ей очень шло скромное, но элегантное платье, привезенное ей из Парижа. Вскоре после нашего в 1889 года разрыва сестра Маша увезла Атю в большое путешествие по Европе. В Париже, где тогда была всемирная выставка, они пробыли около месяца. Кроме того, они посетили Нормандию, Марсельское побережье, Венецию и Вену. Я был чрезвычайно себе на удивление обрадован ее неожиданным появлением и, усадив ее в первом ряду, сам присел на соседнее место. Никаких дальнейших намерений у меня не было, но почему-то мне стало сразу как-то особенно приятно на душе. И Ате, как она мне потом рассказывала, эта встреча при всей своей неожиданности оказалась приятной. Она ласково отвечала на мои расспросы и делилась впечатлениями от того, что мы слушали. Все же после первого отделения она объявила, что уходит. Я же все при том же отсутствии дальнейших намерений вызвался ее проводить, причем ввиду близости Атиного дома я не счел нужным, несмотря на январский холод, надеть пальто. Беседа наша во время этого перехода продолжалась не более трех минут, и мы ничего не успели друг другу сказать особенно интересного, но все же ответы Ати наполнили мне душу каким-то знакомым, но давно неиспытанным ликованием, а вернувшись в зал, дальнейшее присутствие на балу показалось мне вдруг бессмысленным, и я под предлогом нездоровья отказался от дальнейшего исполнения своих распорядительских обязанностей. В течение зимы 1890-1991 года я посетил Марию Карловну раз пять, и раза три побывал у Вальдштейнов, но я готов был поклясться, что эти посещения вовсе не были вызваны желанием встретить там Атю, просто мне было там среди с детства близких людей по-домашнему приятно. С другой стороны, несомненно, что присутствие Ати придавало этим посещениям особую прелесть. Теперь она уже год как находилась на службе в том же съезде железных дорог, в котором служил ее зять Вальдштейн, и это он ее туда определил. Учреждение, существовавшее при Министерстве путей сообщения, общий съезд представителей русских частных железных дорог. Почти весь служебный персонал в съезде состоял из дам и барышень очень приличного общества. Самая же служба сверка каких-то ведомостей была вовсе нетрудная. Ати эта служба была по вкусу, тем более, что она помещалась в доме Жербиных, в котором жили и Вальштейны, в двух шагах от ее теперешнего жилища, в доме Бодиско на той же Михайловской площади. Жалование было скромное, но позволяло ей иметь, живя на всем готовом у сестры, кое-какие собственные карманные деньги и одеваться на свой счет. Впрочем, последний вопрос не должен был ее особенно беспокоить. Модницей она никогда не была, а гардероб великой фронтихи Марии Карлны, с которой она была одного роста, был к ее услугам. Все, в чем старшая сестра, разочаровывалась, а разочаровывалась она очень быстро, поступала в распоряжение младшей. К тому же Мария Карловна нежно любила Атю и, будучи натурой широкой, выражала свою любовь во всевозможных щедротах. Я не был посвящен в то, чем была Атя занята вне службы, я только знал, что она теперь увлекалась пением и, между прочим, разучивала партию Аиды. Раза два она и ее партнер Густя Вальштейн, обладавший несколько петушиным тенарком, при участии еще кого-то в роли Амунасру, угощали меня сценой на Ниле, причем я заметил, что у Ати, если не сильный, то все же приятного тембра, голос и очень тонкий слух. Насколько в этот период я все еще был далек от мысли, что наш роман может возобновиться, показывает то, что когда Мария Карловна, это было вероятно в середине марта, с веселым видом предложила поздравить Атю, объявив, что она у нас невеста, я в ту минуту никакого укола не почувствовал и пожелал счастья своей бывшей невесте совершенно искренне. Вероятно, однако, где-то в подсознании эта весть прошла недаром, и там в глубине моего я возникла тогда же тревога. Возможно, даже, что там стал вырабатываться целый план действия. Роль Сывахи в этом предстоящем браке сыграла Мария Карловна, откопавшая во время одного из своих посещений Москвы, куда она ездила по своим музыкальным делам, какого-то богатого, не старого, инженера по фамилии Сергеев, мечтавшего обзавестись семьей. Этот Сергеев недавно приезжал в Петербург специально, чтобы познакомиться с предполагаемой невестой. Ати ему очень понравилось, и он сразу сделал официальное предложение, и Ати он не показал спротивным, и под влиянием сестры она дала свое согласие. Тогда же была отпразднована помолвка, выпито шампанское, и жених подарил невесте колечко, после чего будущие молодые обменялись поцелуями. На обороте своей фотографической карточки, поднесенной тогда же невесте, Сергеев написал подобающее посвящение, причем, однако, Атия была названа Анной Карловной и обращение было к ней на вы. На карточке был изображен молодой господин лет тридцати пяти, с маленькой светлой бородой и типично русским лицом. Мне он показался скорее симпатичным, и я подумал тогда, что Атия может найти с ним свое счастье, обеспеченное к тому же очень крупным состоянием. В глазах же Марии Карловны эта партия представлялась, разумеется, куда более завидной, нежели брак с необеспеченным художником. Но вот подсознательное все же этого дела так не оставило. Не прошло и полной недели со смерти мамочки, как некая необъяснимая сила, толкнула меня в объятие моей бывшей возлюбленной, и когда я говорю про силу и про то, что она толкнула, то это не фраза, а сущая и простая правда. В невыносимой своей тоске по мамочке я, естественно, искал утешения и надеялся, что найду таковое в обществе Ати и ее сестер, и потому в среду, 17 апреля, я и отправился к Марии Карловне, но, не застав никого дома, прошел к Вальштейнам. Совершенно случайно туда же зашла и Атя, и тут я почувствовал странную радость, ту же радость, которую я уже испытал, заметив ее в толпе подымающихся по лестнице дворянского собрания. Когда Атя предложила кончить вечер у Марии Карловны, я охотно за ней последовал. У Марии Карловны к тому времени собрались гости, но они сидели в столовой, и там шел очень оживленный разговор. Мне же в моем печальном состоянии было не до шума и веселья, и потому, отказавшись от чая, я сел на оттаманку в соседней полутемной гостиной, куда ко мне на ту же оттаманку подсели с одного боку Атя, с другого наша общая племянница Мася. Мария Альбертовна Бенуа, старшей дочери моего брата, будущей супруги Черепнина, было в том году четырнадцать лет. Она жила у матери, куда год тому назад самовольно перебежала через весь город. Случилось это вскоре после того, как она и ее сестра Камилла были взяты их отцом из Смольного института, в котором обеим сестрам уж очень не понравились некоторые царившие там нравы. Из хорошенькой девочки Мася за эти два года превратилась в прелестную отроковицу. Она нежно любила свою юную тетушку, да и ко мне питала по старой памяти очень дружеские чувства. Таким образом, мы трое рядом сидевшие были связаны между собою какими-то родственными и духовными узами, и мне в моем настроении только это и было нужно. Тихо беседуя, я чувствовал, как горестная мука, сжимавшая мое сердце, начинает слабеть, как от меня удаляется тот могильный холод, который леденил все мое существо за последние шесть дней. Не могу вспомнить, о чем мы говорили и как долго длилась наша беседа, но первой встала Мася, и тогда, испытывая известную неловкость дольше оставаться вдвоем сатей, поднялся и я. Тут и случилось роковое. Все еще без какого-либо сознательного плана я нагнулся Кате, она потянулась ко мне, и наши уста слились в долгом поцелую. При этом не было сказано ни слова, но мы оба сразу почувствовали, что снова соединены, что две разрозненные половинки сомкнулись, что наша продлившаяся два года разлука кончилась. Уходя, я еще только успел шепнуть Ате, что на следующий день в такой-то час буду ее ждать у ее дома. Странное дело, я и теперь еще не вполне сознавал свое счастье. Во мне водворился лишь удивительный покой, точно я испил какого-то целительного зелья, которое разлилось по всему моему душевному составу. Эту умиротворяющую гармонию я особенно ясно ощутил, когда я уже лежал в постели. Все последние дни моменты засыпания были особенно мучительны. Потушив лампу и закрыв глаза, я долго пребывал в отвратительном полубредовом состоянии, то погружаясь на несколько мгновений в черное небытие, то снова возвращаясь к действительности одинаково беспросветной. Или еще меня посещали кошмары, один хуже, страшнее другого, и я просыпался в холодном поту. В эту же ночь после поцелуя я заснул сразу, и в следующие вечера стоило мне обратить свои думы Кате, как возобновлявшееся было полубредовое состояние переходило в блаженный покой и отдохновение. Наше первое условленное свидание прошло все в прогулке. Мы оба были вне себя от радости, что снова нашли друг друга, но никаких планов на дальнейшее мы не делали. К чему было заглядывать в будущее, когда самое главное свершилось, и наше воссоединение наполняло нас предельным счастьем? Атя в подробности, но в шутливом тоне рассказывала о своей помолвке, о своем симпатичном женихе. В нескольких словах коснулась и того, что происходило с ней за истекшие два года. Не скрыла она и своих мимолетных и совершенно бесцветных увлечений. Я не пожелал отставать от нее в своей исповеди и должен покаяться кое-что приврал, так как явилось желание немного расцветить рассказ про свое, в общем, довольно-таки тусклое существование. Однако, разумеется, ни я ей, ни она мне, никаких упреков за эти, в общем, довольно невинные признания не сделали. Мы не имели на то ни малейшего права, так как, расставаясь, даровали друг другу полную свободу. Одно наиважнейшее решение было все же принято Атей тут же и по собственной инициативе. Она решила объявить Марии Карловне, собиравшейся на ближайших днях везти ее в Москву знакомиться с семьей жениха, что она от поездки отказывается. Мария Карловна попробовала было протестовать, но Атя выказала на сей раз непоколебимую твердость, и Маша, рассердившись, оставила ее в покое и поехала одна. Все же, когда она вернулась дни через десять из Москвы, то стало немыслимо дольше скрывать создавшееся положение. Возмущению, что Атя собирается упустить чудесную партию, которую она ей подыскала, не было пределов. В конце мая обе сестры, а вместе с ними и Атя, переселились на дачу на Крестовском острове. Я и туда несколько раз ездил, однако я предпочитал видеться с моей новонайденной в летнем саду. Через него как раз лежал ее путь от службы, отпуск кончился, до пристани того пароходика, который ее доставлял на Крестовский. О, эти чудесные прогулки в летнем саду! Постепенно мы изучили каждую аллею, каждую статую, каждое дерево. После приятия в душу пиковой дамы летний сад стал для меня чем-то родным. Теперь я уже знал и все его прошлое. Он населился для меня милыми призраками, а такое население окружающей действительности тенями было чем-то свойственным как мне, так и Ате. Любимой нашей аллеей была та, что тянется вдоль лебяжьей канавки, отделяющей летний сад от Марсового поля. Часы за часами уходили, а мы все еще не могли нагуляться и наговориться. Лишь когда долгий весенний вечер начинал заметно темнеть, мы спохватывались и Атя почти бегом устремлялась к пароходику. Среди всего того, что мы считали особенно важным друг другу сообщить, значительное место занимали всякие художественные впечатления. Атя в подробностях рассказывала мне о своей первой заграничной поездке. Я ей рассказал про свое путешествие по Германии, но особенно на меня тянуло скорее поделиться моими музыкальными, живописными и литературными увлечениями. Очень многое среди этого было чем-то совсем новым для моей подруги. Мой культ Беклина только начинался в момент нашей разлуки, и совсем новостью для нее было мое увлечение Вагнером, а также Чайковским, Бородиным и вообще русской музыкой. Без конца я описывал красоты Спящей Красавицы, Пиковой Дамы, Князя Игоря. Ничего из всего этого Атя не видела и не слыхала. Приходилось отложить ознакомление с этим до осени, когда театры вновь откроются. Впрочем, я как-то привез на Крестовские клавиры и Спящие и Пиковой, и там за разбор их я засадил самую Марию Карловну, как музыкантшу более опытную, но ни она, ни Соня не оценили этой музыки и даже стали над нами насмехаться. Я приносил с собой в летний сад и охапки книг, и мы тут же на какой-либо укромной скамейке их разглядывали. По воскресеньям мы посещали Эрмитаж или Музей Академии Художеств Музей Академии Художеств объединял в ту пору несколько музеев Первый Русской Живописи Второй Галерею Новейшей Иностранной Живописи Графа Кушалева Безбородка Третий Скульптуры в гипсовых слепках Четвертый Альгамбру Пятый Нумизматический Кабинет Шестой Библиотеку с собранием рисунков и художественно-исторических сочинений Седьмой Музей копий с картиной фресок Ватикана Флоренции Венеции и других итальянских школ Часть художественных книг Атя увозила с собой для лучшего ознакомления Очень были удивлены и возмущены сестры увидав как-то в Атяных руках желтенький томик из серии Ругон Макаров Золя Предубеждение против Золя и его порнографии было в те дни еще так велико что даже совсем взрослым барышням и дамам было предосудительно читать его романы Сейчас тогдашнее наше действительно бешеное увлечение Золя может показаться странным Когда я теперь иногда пробую прочесть столь меня волновавшие его книги то очень скоро мне становится скучно и скучно главным образом потому что слишком видно как это сделано приема ухищрения Это мешает верить автору его мастерство заслоняет самую рассказываемую историю а герои получают характер марионеток слишком видна их вымышленная с какой-то целью природа но в те времена хотя я и считал себя совершенно зрелым знатоком жизни все же я слишком мало и плохо знал ее причем так стремился ее познать и так был благодарен за Лаше за то что он меня систематически с ней знакомит что никаких таких недостатков я в нем не замечал вся наша дружеская компания разделяла мой восторг от Золя и надо признать что он нас познакомил с великим множеством вещей и обстоятельств нам нравились и самые его шаблоны и клише их легче было усвоить нежели сложное субтильное плетение бальзака флобера или стендаля нам импонировал и самый принцип творчества Золя его проповедь натурализма и ничем не прикрытой правды во имя такой программы можно было простить и некоторые бросающиеся в глаза преувеличения часто и безвкусные всего охотнее мы прощали пресловутые длинноты Золя ведь они продлевали наслаждение от чтения его романов путанную генеалогию Ругон-Макаров мы выучили наизусть нам опять-таки нравилось то что перед нами не выхвачен один какой-то фрагмент жизни а каждый раз представлен целый мир целый общественный класс в общей же сложности вся культура нашего времени любимыми нашими романами были добыча накипь творчество к ним прибавился человек-зверь особенно же сильное впечатление произвел разгром были ему благодарны и за его проповедь в пользу передового искусства но тут покамест приходилось верить ему на слово что впрочем не мешало этой нашей вере быть пламенной что же касается нашего другого культа Беклена то ныне никак нельзя себе представить какое ошеломляющее действие в свое время производили его картины их по крайней мере мы видели в прекрасных воспроизведениях я же лично видел их и в оригиналах во время своего путешествия по Германии с тех пор искусство Беклена удивительно устарело оно как-то выдохлось испошлилось именно благодаря тому успеху который оно имело во всех слоях общества и не только в Германии я помню например что Илья Ефим Черепин мне как-то раз в 1891 или 92 году заявил а знаете ли Александр Николаевич ведь это пожалуй самый великий художник нашего времени враги Беклена видят именно в этом всеобщем успехе Беклена доказательство какой-то низменности его искусства но в таком случае все что теперь в 1950 годах имеет равный тому успех все начиная с тех же импрессионистов и кончая Пикассо Руо Шагалом и прочими богами нашего времени все это тоже пользующееся успехом еще более распространенным должно тоже подвергнуться переоценке и сдаче в архив я должен во всяком случае признаться что Беклен открыл глаза на самую жизнь природы и не в том смысле что он олицетворил всякие ее элементарные силы а в том что он как-то понял дерево листву воду в разных ее состояниях он нашел новые интенсивные краски для неба для скал для листвы для далей для изображения простора сколь многое увы он же сам затем портил своими топорными мифологическими фигурами и что еще хуже своим чересчур германским юмором но те картины в которых этих искажений и такого проявления дурного вкуса нет их наберется десятка три что очень много остаются истинными жемчужинами полными подлинной поэзии недаром мы находили тесное родство между ними и стихийной музыкой Вагнера характерно для нашего увлечения Беклином то что тогда я затеял сделать в довольно большом формате копию акварельными красками с той картины Беклина воспроизведение которое я случайно увидел в каком-то увраже и с который в 1888 году и началось мое знакомство с мастером это был знаменитый ныне в конец испошленный остров смерти я так и вижу ироническую улыбку читателя при напоминании об этой картине ставшей убранством любой швейцарской должен сознаться что я вооружился здесь особым мужеством чтобы сделать подобное признание со времени написания Александром Николаевичем Бенуа этих строк художественные вкусы изменились в противоположную сторону и произведения Беклина как и другие в том числе и откровенно салонные образцы символизма в живописи второй половины 19 начала 20 века широко демонстрируются на больших международных выставках свою копию я делал не с оригинала который находился в частном собрании кажется майора Гейля а с небольшой репродукцией в журнале искусство для всех при этом я старался избежать того что мне запомнилось от варианта на ту же тему виденном мною в Лейпцигском музее отчасти для этого я и заехал в 1890 году в Лейпциг меня огорчило в этой картине уж слишком что-то нарядное как в сочности красок так и в виртуозной технике это щегольство нарушает основную строгую и печальную поэзию этой как-никак удивительной и даже гениальной но повторяю испошленной композиции напротив в своей копии я старался подчеркнуть уныло-безнадежную мрачность всего работая над ней я до того вжился в этот сюжет что мне начинало казаться будто я сам побывал на этой одинокой скале будто я изведал все закоулки ее будто вдыхал терпкий смолистый запах этих черных кипарисов будто слышал гудение ветра в их густой листве характерно и то что я именно эту свою работу вставленную в черную рамку поднес тогда же моей возлюбленной что было встречено ее родными с полным недоумением им показалось что я просто сумасшедший кто же обладающий здравым смыслом сделает такой подарок своей даме сердца вообще и во всяких других наших тогдашних увлечениях близкие люди постарше видели что-то да нельзя нелепое больное и уродливое мой культ Беклина равно как и мой культ Вагнера почитался не то мальчишеской блажью не то позой великой радостью зато было для меня то что в совершенно равной степени разделял мой восторг милый Артюр Обер и вполне одобрял меня в данном случае дядя Миша Ковоз О мнении Репина я уже упомянул Глава пятнадцатая Наша негласная помолвка Лютая зима 1892 года Новые знакомые и друзья Десмонды Берле Нурок Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом каким представлялся им господин Сергеев что она безусловно и бесповоротно отказывается от этого брак Однако как это ни странно мы сами между собой все еще не касались вопроса который казалось бы находился в прямой зависимости от нашего воссоединения Мы вообще избегали говорить о нашем общем будущем Видимо мы были до того проучены теми стеснениями которые мы на себя наложили едва выйдя из отроческого возраста что теперь всячески остерегались повторять подобную ошибку Все же по прошествии двух месяцев мы этого вопроса коснулись И естественно что ответ у обоих был один и тот же Жить мы друг без друга не можем и мы навсегда должны принадлежать друг другу Это наша негласная помолвка произошла перед одним из самых восхитительных видов в окрестностях Петербурга Нагулявшись в той части Петерговского парка который расположен вокруг павильона озерки закусив в сторожке при двуглавом орле мы отдыхали теперь на лавочке одной из крестьянских исп что тянулись сплошным рядом по гребню невысокого холма Это было 8 июня 1891 года старого стиля стоял восхитительный тихий теплый вечер восточный небосклон был покрыт нежно-розовыми облаками но они не сулили ни грозы ни дождя а оказалось расположились только для того чтобы наполнить картину каким-то сладостным и радостным обещанием далее расстилавшиеся на много верст вокруг были частью освещены лучами низкого солнца частью тонули в прозрачные голубоватые тени совсем на горизонте блестел купол Исаакия ближе возвышалась папина готическая башня Петерговского вокзала за ней из-за густых масс зелени горели золотые маковки большого Петерговского дворца наконец у наших ног расстилались луга и зазеленевшие поля вероятно во всей деревне никого не оставалось все и старый млад ушли на полевые работы нигде никто не показывался ниоткуда не доносилось ни говора ни криков не дожила собак тишина казалась завороженной точно все было нарочно для нас устроено и в этом одиночестве среди необъятного простора перед бесподобной красотой природы в окружении всей нами любимой поэзии прошлого мы пока только для себя объявили себя женихом и невестой дав от всего сердца обещание что будем навеки принадлежать друг другу эту клятву мы издержали свято если не считать того что моя подруга меня первая внезапно покинула последняя строчка прибавилась к основной рукописи этой главы после кончины моей Ати произошедшей 30 марта 1952 я уже рассказал про определенно несочувственные отношения родни Ати главным образом ее сестер к возобновлению нашего романа но и на моей стороне подобные же несочувственные отношения привело к нескольким столкновениям из которых особенно мучительными были ссоры произошедшие между мной и моими двумя старшими братьями главным поводом к этим ссорам было то что я не пожелал отправиться в Финляндию на рождение папочки 1 июля Альбер и Леонтий справедливо обиделись за нашего отца и это мое манкирование было не без основания приписано моему нежеланию расставаться с Атий дело в том что на сей раз Альбер поселил на лето папу и Катю с ее семейством поблизости от той дачи которую он сам снял в Финляндии в местечке Пумала и это было довольно далеко чтобы туда добраться требовался целый день и столько же взял бы обратный путь с неизбежной ночевкой и вот на такой долгий срок я никак не в силах был разлучиться с той которую я только что тогда снова обрел и с которой проводил счастливейшие дни вина моя усугублялась тем что как раз за несколько недель до дня папиного рождения все наши обитатели Пумала пережили тяжкое горе явившееся как бы отголоском еще более ужасного горя смерти нашей мамочки не прошло и двух месяцев с того дня когда Альбер женился на Марии Викторовне шпак как она скончалась от скоротечной чахотки несомненно что трагичную развязку ускорила та быстрая смена климата который подверг свою жену Альбер желавший поспеть на погребение мамы и потому прямо из Каира не останавливаясь нигде он примчался в Петербург и прибыли они в самый опасный момент а именно когда плывущий ладожский лед вызывает полосу резкого холода в такие дни совершенно здоровые люди заболевают а для слабых грудью эта полоса часто бывает роковой уже в первые дни по приезде молоденькая жена Альбера с которой я тогда и познакомился производила тяжелые впечатления своим серым цветом лица и темными пятнами под впавшими глазами горевшими лихорадочным блеском Мария Викторовна которой было тогда двадцать лет если не еще меньше была дочерью скромного но не бездарного художника иллюстратора скончавшегося когда она была еще малюткой ее взяли на воспитание Канаева с самых детских лет Мария Викторовна обнаруживала исключительное дарование к живописи и учась в рисовальном училище общества поощрения художеств она подавала самые блестящие надежды В этой же школе она познакомилась с Левушкой Розенбергом который сам признавал что был многим ей обязан в смысле развития понимания красок и техники По смерти Маруси Бенуа Шпак осталось довольно много работ для столь короткой жизни и среди них целая серия прелестных этюдов сделанных в Каире Часть этого наследия Альбер раздал в память жены Мне между прочим достался большой очень красочный натюрморт Когда же молодые переселились в еще более суровый и сырой климат Финляндии то болезнь приняла сразу характер безнадежности и уже через четыре недели Мария Викторовна угасла В альбомчике в которой папа верный своему обыкновению заносил в тонких акварельках жизнь в Пумоле одна такая картинка изображала тот печальный момент когда гроб Маруси перевозили на лодке с острова на котором находились дачи занятые Альбером и Канаевами к тому острову где было русское кладбище и православная церковь Альбер при всей своей влюбленности был приготовлен к такой утрате и перенес ее спокойно но на нашего отца который успел оценить кроткий тихий нрав своей новой невестки смерть ее произвела удручающее впечатление уже потому мне следовало навестить своего отца в день его семидесяти восьмилетия это тем более следовало бы сделать что то было в первый раз что традиционное празднование его рождения происходило без нашей мамочки уступая упрекам и увещеваниям Альбера Леонтия Зозора Соловского я все же через два дня после объяснения с братьями эту поездку в Пумалу совершил будь я в ином настроении я несомненно оценил бы это интересное путешествие по незнакомым и довольно живописным местам самая дачка занятая моими родными этот выкрашенный в красный цвет домик стоявший среди елок на холме у самого озера был очень живописен но магнитное притяжение Ати действовало так сильно что я ко всем прелестям северной природы отнесся равнодушно и уже к вечеру второго дня настоял на том чтобы мне отправиться в обратный путь надлежало поспеть к свиданию назначенному в 10 часов утра в летнем саду к великой своей досаде я как-то прозевал последний пароход и тогда пришлось ехать на почтовых перебравшись на лодочке на противоположный берег узкого в этом месте озера я дальше должен был всю ночь трястись на двухколесной таратайке причем приходилось будить среди еще белой ночи почтовых смотрителей и угрюмых чухонских ямщиков отчего они не делались менее угрюмыми раза два мне пришлось более получаса застрять на почтовой станции пока раздобывали лошадь павшуюся где-то в лесу потерянное время наверстывалось за тем бешеной быстротой с которой мчалась повозка причем я был поражен сначала и встревожен тем что финн вознится не только не тормозил на спуске под гору но напротив гнал лошадей вовсю и это для того чтобы с разбега взять следующий подъем так как вся местность от Пумалы до Вильманстранда перерезана холмами то от подобной езды получалось ощущение похожее на морскую болезнь в Петербург я прибыл разбитым но увидав счастливую улыбку своей сходящей с пароходика возлюбленной я забыл всякую усталость как бы несочувственно не относились обе наши родни к возобновлению нашего романа это прямого влияния на наши встречи не имело я совершеннолетний студент мог распоряжаться своим временем как мне было угодно после двух очень неприятных разговоров с Альбером и Леонтием я других столкновений с ними больше не имел папочка же верный своему правилу в сердечные дела своих детей не вмешивался не так легко жилось моей бедной Ате осенью Мария Карловна ставшая невестой зажиточного инженера Эфрона переехала из дома Будиско в очень просторную квартиру на Морской в верхнем этаже дома князя Львова где Ате была предоставлена большая комната выходившая двумя окнами на улицу сначала здесь мои почти ежедневные приходы терпелись и мы даже с Атьей музицировали но затем Мария Карловна имела со мной серьезный разговор в котором она повторила все нам давно известное о немыслимости и безумии нашего брака о том что я гублю будущее ее сестры а через несколько дней от нее последовало и прямое запрещение посещать ее дом причем об этом был дан наказ и швейцару когда я через день все же попытался пройти мимо этого величественного и гордого старца украшенного предлинной белой бородой то он преградил мне дорогу и я с позором должен был удалиться дни через пять явилось и запрещение бывать у родителей Ати продолжавших жить в своей казенной квартире и такое же запрещение пришло от сестры Сони нам оставалось видеться либо на улице либо в разных общественных местах музеях театрах на концертах на выставках Уличные свидания были сносны а то и приятны пока стояла сравнительно теплая погода но когда пошли осенние дожди а там грянули и морозы то мы натерпелись немало всяких мук Оглядываясь на те столь далекие времена становится прямо непонятно как мы смогли вынести в течение более года столь жестокий режим особенно плохо нам пришлось в январе и феврале 1892 года когда в течение нескольких недель стояли небывало лютые морозы все же несмотря на стужу в 25 и в 30 градусов мы продолжали ежедневно встречаться но больше получаса не выдерживали хоть оба и были закутаны так что только носы выглядывали у меня из-за высокого мерлушкового повязанного башлыком воротника уате из-за обмотанных вокруг шеи и головы шалей совсем скверно приходилось мне когда она задерживалась на службе и мне приходилось топтаться на месте у решетки Михайловского сквера откуда я мог наблюдать за дверью в железнодорожный съезд добрая память осталась у нас обоих от тех свиданий которые происходили тогда в польском ресторане на Михайловской улице где за недорогую плату мы получали очень вкусный обед к сожалению музеи и выставки можно было посещать только по воскресеньям и праздникам в будни же Атя задерживалась на службе до четырех до пяти часов когда и выставки и музеи были уже закрыты а польская пекарня бывало часто до того переполнена что не находилось ни единого свободного места поздней осенью 1892 года Атя наконец покинула дом сестры Маши и перебралась к родителям в их новое помещение папа кинт вышел тогда в отставку с этой квартиры на канонерской у покрова состоявшей из четырех поместительных комнат у меня также связаны самые добрые воспоминания начать с того что первыми над нами сжалились именно добрейшие родители Ати и они согласились меня принимать в этом уютном обиталище тотчас же возобновились и наши чтения и разглядывания иллюстрированных книг и музыкальные занятия происходили эти собеседования в гостиной на издавна сколь знакомом красном диване за не менее знакомым овальным столом а на почтенном киндовском флюгере на котором и Атя и Володя и Соня и Маша учились под руководством их отца Атя теперь мне играла клавирные переложения Валькирии Зигфрида Гибели Богов Мейстер Зингеров Пиковой Дамы и Спящий Красавица Атя тогда же стала увлекаться рисованием и на это ее подстрекнул ее младший брат Петя поступивший в рисовальную школу и делавший там заметные успехи рисовальную школу основанную при обществе поощрения художеств еще в 1839 году к сожалению лето 1892 года выдалось из рук вон плохим дождливым и холодным и нам лишь крайне редко удавалось выбраться за город в Петергов в Царское село в Павловск и совершать наши маленькие пикники два таких неудачных выезда нам особенно запомнились во время одного воронинбаум нас чуть не заели какие-то уж очень свирепые комары во время другого я попал под чудовищную грозу и добрался из царского села в Павловск к нашим новым друзьям Десмондом промокшей до костей пришлось совершенно раздеться и пока мои вещи сохли у плиты я разгуливал в арабском бурнусе привезенным хозяином дома милейшим Ромелюсом из Алжира Ати это бедствие не коснулось она была на службе когда ненастье разразилось а когда настал момент ехать на вокзал оно миновало увидав меня в виде бедуина она покатилась с осмех грозу я вообще обожал с самого детства была у меня даже странная блажь разгуливать без зонтика по улицам невзирая на молнии ливень и бурю такой вызов природе соответствовал моим романтическим вкусам однако как раз в помянутую грозу которая застала меня в царском во время того что я писал этюд у знаменитого фонтана разбитый кувшин я натерпелся такого страха пока со всех ног шлепая по лужам мчался на вокзал а молнии буквально сыпались на следующий день стало известно что тогда в царском убито молнии несколько солдат что в течение целых двадцати лет я затем не лучше какой-либо истеричной дамы чувствовал себя в неминуемой опасности как только надвигалась гроза а затем эта странная форма трусости прошла и с тех пор я в грозу чувствую себя не иначе нежели в иную погоду раз я упомянул о Десмонде то уместно будет рассказать здесь же об этом нашем новом приятеле заил Валечка Нувель относился к Десмонду свысока с пренебрежением он его охарактеризовал фразой это буржуа будущих времен ни во что не ставит тот большой интерес который Ромелюс выказывал в отношении художеств театра и музыки Валечка отчасти был прав но это не мешало мне ценить в Десмонде искренность его увлечений и его трогательное стремление приобщиться к искусству мне нравилось в нем то что он много путешествовал изъездил почти всю Европу и даже побывал в Алжирии и Тунисе что тогда было еще редкостью свои впечатления он умел передавать увлекательно и со вкусом наслаждался я и разглядыванием тех бесчисленных фотографий которые он вывез из этих странствий а вообще это был необычайно благожелательный ласковый и хлебосольный господин у которого было приятно бывать встречая там самый радушный прием угощал он нас чудесными обедами очень изящно сервированными причем некоторые блюда он готовил сам и я положительно нигде даже в Италии даже у бабушки кого с ней дал таких макарон таких нью-йок или равиоли какими он нас потчевал все это запивалось превосходным вином в сверкавших графинах богемского хрусталя один такой графин я о ужас разбил а заканчивался пир изумительным кофеем по-турецки при всех своих увлечениях гастрономических и эстетических Десмонт оставался тем чем он был то есть солидным деловым банковским служащим в смысле художественных суждений он звезд с неба не хватал и лишь умеренно одобрял то от чего мы приходили в дикое неистовство поглядывая с улыбкой на нас он не без малой зависти восклицал уж это молодежь уж это молодежь познакомились мы с Десмонтом через Бирле и вот теперь необходимо представить и этого нашего друга нашего закадычного друга сыгравшего не только в моей личной жизни но и в жизни всего нашего кружка весьма значительную роль замечательно впрочем что сам Бирле не догадывался что он представляет собой для своих русских друзей с которыми его свела сущая случайность да и дружеское наше общение в своем первом периоде единственно важным продолжилось тогда неполных два года познакомил нас с Бирле другой наш близкий друг скульптор Артюро Берр имя которого уже не раз упоминалось в этих записках но о ком подробно я собираюсь еще поговорить в другом месте здесь будет достаточно если я скажу что этот чудесный человек был на 30 лет старше нас он вообще был старинным другом нашего дома и что он был один из первых кто в тяжелый период нашей отверженности стал нас принимать у себя он знал мою невесту еще маленькой девочкой и всегда относился к ней с большим и нежным вниманием дела Обера за последние годы очень поправились он даже обзавелся прислугою которую научил хорошо готовить на французский лад кухню Оберона мы с Атей оценивали даже пожалуй чрезмерно я по крайней мере так наедался и так напивался дивным домашним хлебным квасом что после каждого такого в честь меня и Ати Карловны устроенного пиршества еле дышал вечер заканчивался музыкой напялив очки Артюр садился за пианино и играл нам в несколько своеобразных ритмах произведения своих любимцев Шумана и Мендельсона что за очаровательные ни с чем не сравнимые то были часы как я до сих пор благодарен за них милейшему Оберону но вернемся к Бирле встретив осенью 1891 года в одном французском семейном пансионе этого другого милейшего человека Обер сразу исполнился к нему симпатией и решил его познакомить со мной это и был Шарль Бюрле занимавший какой-то незначительный пост во французском консульстве он всего только за несколько недель прибыл в Петербург но уже начинал убийственно скучать в своем одиночестве он умирает от скуки поведала Оберу хозяйка пансиона Бирле был еще совсем молодым человеком кажется он был старше меня на два года и всего год как он окончив парижскую школу права вступил в дипломатическую карьеру второго ранга и спросив как-то у папы разрешения Обер привел Бирле прямо к вечернему чаю к нам и уютность нашей семейной обстановки так подействовала на Бирле что он отбросил свойственную ему застенчивость и выказал себя очень интересным собеседником мне же он сразу понравился чрезвычайно и я решил его использовать я уже упоминал что в те времена во мне жила страсть вербовать подходящих нам людей далеко не все такие завербованные оставались затем в нашем основном тесном содружестве иных отпугивал свирепствовавший среди нас дух взаимного персифлажа другие оказывались просто неспособными разделять ту массу далеко не всегда систематизированных а часто и противоречивых интересов которые являлись чем-то вроде нашего духовного обихода однако вот этот новичок француз несмотря на то что он не говорил и трех слов по-русски сразу подошел вполне правда нраву он был скорее медлительного злословию и насмешкам не предавался темперамента был флегматичного с некоторым расположением к меланхолии но к приятному нашему удивлению Шарль оказался в полном смысле художником в душе да и не только в душе ибо он обладал несомненным и очень тонким дарованием а технически был даже более подготовлен нежели того можно было ожидать от дилетанта в дипломаты он попал по семейной традиции уже его отец состоял консулом где-то на юге Италии уступая требованиям родных на самом же деле он терпеть не мог своей службы и мечтал о том чтобы совсем отдаться искусству и вот уже после пяти посещений Шарль так освоился так слился с нами что перешел со всеми на ты и просиживал у меня или у Нувеля целые вечера до двух до трех часов утра при этом он не требовал чтобы им занимались или хоть из внимания к нему беседовали по-французски далеко не все среди нас могли свободно изъясняться на этом языке Бакст тогда только начинал лопотать несколько слов и с каким потешным коверканьем немного свободнее говорил Сережа Дягилев Сомов же стеснялся своего дефектного произношения а Калин и Скалон если и читали французских авторов в оригинале то не способны были выразить и простейшую мысль по-французски только Дима философ Нувель и я могли без труда поддерживать с Берле разговор он же довольствовался и тем что часами разглядывал какие-либо книжки или за компанию с Бакстом акварелировал когда мы более опытный во французском языке втягивали его в беседу то она оказывалась не только занятной но и поучительной Берле принадлежал при всей своей скромности и чуть робкой манере держаться к людям для которых художественная жизнь Парижа не имела тайн он был вполне современен в курсе литературных и художественных течений а в своем изгнании на берега Невы он всячески старался не терять связь с метрополией выписывая несколько передовых журналов и покупая все появлявшиеся литературные новинки что появлялось нового у Мелье или у Виоле на Малой Конюшенной как и вся французская молодежь тех дней Берле в отличие от нас бредил поэзией имена Бодлера Маларме и Верлена были для него священны но кроме того он увлекался Метерлинком Гюйсмансом Швобом Саром Пелоданом и еще всякими младшими богами он и нас познакомил с их творениями в частности заразил меня и Нувеля своим культом Верлена напротив нашего увлечения Золя он не разделял это было для него пройденным этапом в живописи он был пламенным адептом импрессионизма и символизма и еще до того что мы сподобились увидать хотя бы один образец заглазно и на веру почитаемых художников мы благодаря Берле получили о них довольно правильное но исключительно теоретическое понятие между прочим помнятся наши споры о Ренуаре о последней его манере по тогдашнему счету вообще Ренуара мы были готовы принять в душу но такие картины как две девочки у рояля или как парижская дама с дочкой нас оскорбляли беспомощностью почти любительского рисунка и особенно своей кукольностью напротив Шарль возвел в принцип что если кого принимаешь то принимаешь целиком и безоговорочно он сердился если кто-либо позволял себе хотя бы частично критиковать одного из его кумиров и как раз одним из таких кумиров был Огюст Ренуар впервые я тогда познакомился с этой чисто французской парижской манерой безусловного признания под этим часто кроются коммерческие расчеты картинных торговцев и не это ли постепенно привело общественное мнение в Париже до самых диких абсурдов или же давящей растерянности в художественных оценках но в те времена на французском парнасе все еще занимали почетные и как казалось навеки обеспеченные за ними места такие великие люди как Мейсонье Бугро Жером Лефевр Бонна Бенджамин Констан а среди корифеев помоложе Боннар Карьер и особенно Даньян Бувре они почитались за представителей преславной французской школы и отличались строжайшей выдержкой самым добросовестным отношением к задаче и твердым знанием своего ремесла рядом с такими хранителями традиций с такими устоями имели свою законную основу и всякие смельчаки мятежники и искатели в свою очередь не только для самих критикующих живописцев но и для критики продолжали что-то означать такие выражения как правильный рисунок красивое письмо правдивые краски законченность и преодоление трудностей но как раз тогда же в начале девяностых годов в художественной оценке стало проглядывать и известное своеволие все более крепнущий протест против стеснительных правил а также интерес к любому чудачеству к юродству и к дилетантизму меня да и всех нас эти веяния с которыми нас знакомил наш новый друг из Парижа очень тревожили при всем нашем стремлении к свободе вдохновения и при всем отвращении от тупой школьной выучки от мертвой академической схоластики мы все же стояли за то чтобы в основу художественного творчества ставилось самое строгое отношение к ремеслу а главное абсолютная искренность и честность для воспитания моего вкуса недаром прошло то что я с детства видел многие образцы высшего качества а в лице своего отца имел пример настоящего мастера для парижанина Жаберле подобные заветы законы традиции уже тогда представлялись чем-то ненужным и отжившим оценивая того или другого художника он его брал целиком стараясь вникнуть в то что представлялось ему его существом остальное же ему казалось неважным сам Шарль Берле лично был нам приятен и мил мы почерпнули из общения с ним много для нас нового и волнующего благодаря ему мы тогда в несколько месяцев очень развелись и сильно подвинулись созрели но кроме того Шарль познакомил нас с помянутым Десмондом а Десмонд в свою очередь ввел в нашу компанию того человека который в дальнейшем играл немалую роль среди нас и даже явился одним из столпов нашего мира искусства то был Альфред Палч Нурок одна из самых курьезных фигур встреченных мною за всю мою жизнь при первом знакомстве Нурок показался мне прям таки жутким даже несколько инфернальным опасным тому способствовало его фантастическое лицо с которого можно было написать портрет Мефистофеля манеры его были юркими порывистыми и таинственными говор его как по-русски так и по-французски по-немецки и по-английски при всей своей безупречной правильности обладал определенно иностранным акцентом на всех четырех языках без того чтобы можно было определить расовое или национальное происхождение этого акцента его воспаленные глаза глядели через острые стекла пенсне а с уст нисходила сардоническая улыбка к этому надо прибавить то что Нурок старался всячески прослыть за крайне порочного человека за какое-то перевоплощение маркиза де сада и несмотря на это Нурок не только заинтриговал меня но и пленил пленил он меня сразу тем что оказался поклонником моих литературных и музыкальных кумиров Гоффмана и де Либо постепенно я научился понимать всю сущность этого загадочного человека его можно было полюбить за одну его тщательно им скрываемую доброту за его человечность гуманность а кроме того и он исповедовал тот культ искренности который лежал в основе всего моего художественного восприятия впрочем вне музыки и литературы Нурок предстал перед нами в качестве полного профана и таким он и остался его просто не интересовали вопросы пластических художеств а когда что-либо и заинтересовывало то всегда под таким увлечением чувствовалась литературная подоплека все же именно ему мы обязаны знакомством с творчеством Обри Берцли который в течение пяти-шести лет был одним из наших властителей дум и который в сильной степени повлиял на искусство и на все отношение к искусству самого среди нас тонкого художника Константина Сомова впрочем и Берцли пленил Нурока какой-то своей литературщиной типичному декаденту Нуроку нравился в английском художнике тот привкус тления Та одетая во всякие кружева и в мишуру порочная чувственность что просвечивает в замысловатых перегруженных украшениями графических фантазиях Берцли тоже пленила в Берцли Оскара Уальда кстати сказать Уальд был рядом с маркизом де Сат с Шодерло де Лакло и Слове де Кувре одним из главных авторитетов Нурока откликом тех увлечений которые в нас поощрял Нурок было то что Дягилев в своих посещениях Франции в 1897 и 98 годах совершавшихся со специальной целью ознакомиться с последними явлениями на Западе счел долгом заехать в Диеп Куальду где кроме него лично он застал Берцли и ближайшего друга последнего молодого необычайно изощренного художника Кондера последнего мы тоже в те годы очень ценили с момента когда в 1892 году подошел к нам Нурок наш будущий штаб был сформирован редакция мир искусства начала свое существование 6 лет до того что был затеян и появился в свет наш журнал носящий название ставшие затем нарицательным для всей деятельности нашей группы но разумеется в те годы 1892 и 1894 о которых я теперь рассказываю мы еще не думали о каких-то групповых общественных выступлениях для этого мы были слишком молоды и несмотря на решительность наших суждений и всей нашей независимой манеры держаться мы внутренне себя сознавали что нам еще далеко до какой-либо зрелости многое уже хотелось высказать и даже прокричать очень непрочь мы были так или иначе выступить на арену многое в современном русском искусстве казалось нам неприемлемым но при продолжающейся хаотичности основных убеждений мы опасались что нам не хватит духовных сил вести полезную во имя наших принципов борьбу более отчетливую форму получило наше художественное вожделение благодаря толчку полученному извне таким толчком явилась книга начавшая выходить выпусками с февраля 1893 года то была история живописи в 19 веке Рихарда Мутера выпуски выходили в 1893 и 1994 годах первый же выпуск присланный мне на просмотр моим поставщиком Вольфом произвел на меня впечатление какого-то откровения так об искусстве об истории искусства до тех пор никто не говорил так просто свободно и смело но и один подбор иллюстраций был весьма показателен и вызвал во мне особое волнение не только современное но и старинное искусство получало в освещении Мутера новую жизнь новый смысл да и граница между прошлым и настоящим как-то стерлась придя в неистовый восторг от новинки я тотчас же уведомил своих ближайших друзей Валечку и Диму о таком счастье и оба поспешили тоже на эту книгу подписаться с этого момента мы трое и все причастные к нам стали ждать появления каждого нового выпуска с растущим нетерпением выпуски появлялись приблизительно каждый месяц всего выпусков было 10 составивших три толстых тома а когда очередной выпуск появлялся то мы его проглатывали в один присест а затем делились впечатлениями и комментировали прочитанное с крайним возбуждением надо впрочем тут же сказать что книга Мутера показалась откровением не только нам художественной зеленой молодежи отсталого Петербурга но успех ее был прямо-таки мировым история живописи в девятнадцатом веке была очень скоро переведена на многие языки и всюду она порождала страстные толки всюду старики были возмущены ею ее жестокими переоценками всюду молодежь приходила от нее в восторг постепенно с нее началось изменение самого тона художественной критики она ожидала общественному мнению по вопросам современного искусства рот нити ариадны новые мерила и новые формулировки все сказанное может сейчас показаться преувеличенным главным образом потому что многое что казалось тогда дерзким новаторством теперь превратилось в какие-то общепринятые и уже более неспорные истины мутора как и многих новаторов и пророков успели за эти годы за 60 лет позабыть он уже перестал служить каким-то оракулом и верховным арбитром мало того самую тогдашнюю передовитость оставили далеко за собой другие несравненно более дерзкие последние крики моды но в то время книга мутора произвела поистине впечатление разорвавшейся бомбы сколько еще совсем недавно спокойно восседавших на парнасе художественных башков были растревожены сколько их стало вопить и требовать величайшей кары за подобное посягательство против самых утвержденных репутаций главное обвинение которое предъявляли мутору заключалось в каком-то искании скандала в однобокости в игнорировании заслуг в пристрастности теперь же эта книга может показаться слишком объективной и даже местами недостаточно решительной компромиссной мне книга мутора помогла во всяком случае разобраться в себе недаром же я с того и начал свою историка критическую деятельность что принял известное участие в работе самого мутора случилось это так к первому же выпуску истории живописи в девятнадцатом веке был приложен обстоятельный конспект всей книги текст готовившихся выпусков был разделен на главы по школам странам и направлениям и вот хотя я и не отличался примерным патриотизмом я все же возмутился за Россию за русское художество среди глав посвященных живописи различных европейских государств глава которая была бы посвящена русской живописи просто отсутствовала это представлялось тем более несправедливым что были намечены главы посвященные не только скандинавским школам но и польской между тем для меня не могло быть сомнения что школа давшая таких мастеров как Левицкий Кипренский Брюлов Бруни Иванов Венецианов Федотов Репин Суриков и так далее была по меньшей мере равноценной со школой гордящейся Яном Матейко Вэру Шковальским и Иосифом Брантом Как раз тогда же в наших сатей частых посещениях музеев мы часто захаживали в циркуль академии или в те два эрмитажных зала где также еще висели избранные произведения русской живописи здесь рядышком занимали всю стену два гигантских полотна последний день Помпеи и медный змей по другим же стенам красовались несколько айвазовских и маковских и так далее Под циркулем в академии художеств подразумевался ряд зал расположенных кругом с окнами на прекрасный академический двор Здесь были собраны картины русских художников начиная с петровских пансионеров и кончая программами на золотую медаль Репина Ге Семирадского и так далее Между прочим здесь же можно было видеть превосходные образцы живописи Сильвестра Щедрина Венецианова и Кипренского до их перенесения в музей Александра Третьего Многие из этих картин отечественных художников затрагивали в нас особые струны Иные из них возбуждали нас пожалуй даже больше чем современные им чужеземцы В них отражались культура быт и вкусы более нам близкие Того же рода волнующие удовольствия испытывали мы и на выставках особенно на передвижной где рядом с Репиным нас трогали и восхищали произведения Крамского Левитана Сурикова Серова и Нестерова Как раз из-за последнего у меня с Атией и с друзьями возникали ожесточенные споры То, что было болезненно истеричного и в то же время слащавого в картине изображавшей святого Сергия Радонежского в лесу Я лично охотно прощал художнику за умирительную радость которой была полна картины и за что-то душистое что было передано в пейзажи В этом уголке мшистого сырого леса с его хрупкими березками и елочками Напротив уже тогда я не выносил Васнецова и всю его напускную святость весь его дутый драматизм Итак, я очень обиделся за Россию усмотрев странный пропуск в программе книги Мутера Предположив, что автор просто не располагал достаточными сведениями по истории русской живописи я и возымел смелую мысль предложить ему свои услуги по собиранию таковых никому из друзей я о том не обмолвился а сочинил письмо херр доктору и послал в Мюнхен сме я не обмолвился вне себя от смущения и страха сначала я думал даже отказаться от такой казалось мне непосильной задачи но Атя убедила меня испробовать свои способности она была уверена что задача мне по плечу и что я с ней справлюсь вполне после недели колебания я послал Мутеру свое согласие причем обещал доставить и текст и иллюстрации с этого момента я совсем ушел в подготовительную работу работа же предстояла огромная надлежало во-первых основательнее и более систематично ознакомиться с предметом и это при крайне ограниченном количестве трудов по русскому искусству надлежало приобрести кое-какие книги а иные книги ставшие библиографической редкостью раздобыть у букинистов что же касается таких исследований мемуаров и брошюр которые невозможно было купить и за большие деньги то многие из них нашлись в богатой библиотеке Академии художеств где я встретил величайшую отзывчивость в лице ее библиотекаря Бернштамм Дело затянулось до лета Переходные экзамены с третьего на четвертый курс были уже позади или их вовсе не было сейчас не могу вспомнить и поэтому я мог все свое время отдавать данной работе Несколько месяцев ушли на то что я готовился читал делал выноски посещал еще и еще художественные хранилища с обновленным вниманием всматриваясь в самые произведения а затем приблизительно с середины июля я приступил и к самому писанию своей головы сначала я собирался писать по-русски с тем чтобы потом или самому перевести написанное или поручить другому но во время хода работы я до того осмелел что стал писать прямо по-немецки при этом мне очень облегчало задачу мое увлечение книгой мутера и не только ее содержанием но и ее стилем я как бы заразился от мутера самой манерой излагать мысли преподносить вещи да и вообще вся работа оказалась превосходной школой ведь если не считать классных сочинений за которые учителя меня похваливали если не считать моих лекций в нашем дружеском кругу это был мой первый писательский опыт рукопись поспела к сроку кажется то было 15 августа Атя превосходно знавшая немецкий язык мне все исправило после чего я не бестрепет упаковал свою работу и отправил заказной посылкой одновременно в отдельном ящике я отослал мутеру и иллюстрации числом около 30 раздобыть их стоило мне едва ли не больше труда нежели составление текста в продаже тогда почти отсутствовали воспроизведения соинтересовавших меня картин и даже знаменитых бурлаков я нашел лишь в фотолитографии с авторского рисунка пером что же касается Долевицкого Боровиковского Кипренского Венецианова как раз моих любимцев которым я посвятил восторженные строки то с них не существовало ни одной фотографии или иных каких-либо репродукций выручил милый Зозор Соловский который тогда полюбительски занимался фотографией в то время и это было редкостью и который вызвался мне сделать несколько снимков не помню почему я не обратился тогда к своему кузену Жене Ковоз который уже несколько лет как занимался художественной фотографией и даже устроил у себя в доме целую лабораторию он же обзавелся всем для изготовления и печатания гелиогравюрных досок им между прочим тогда был выпущен сборник фотографий с этюдов Репина который в ту эпоху был частым гостем Ковозов и очень похваливал работы жены моего кузена Екатерины Сергеевны Зарудиной Ковоз альбом лучших картин Кушалевской галереи в Академии художеств и род монографии посвященный скульптору Оберу Я очень сочувствовал этой затее и склонен был видеть в ней начало нашей издательской деятельности поговаривали мы уже и о своем журнале альбом фотографий и картин Репина издания Ковоз Санкт-Петербург 1892 год снимки с картин галереи графа Кушалева Безбородка Санкт-Петербург 1891 год скульптурные работы Обера Санкт-Петербург 1891 год Удобнее всего это было произвести в помянутом академическом циркуле в летние месяцы совершенно пустовавшем После нескольких опытов Зозо справился с задачей удовлетворительно и снимки с произведений Левицкого Венецианова Орловского и Кипренского были приложены к остальным Вскоре был получен и ответ от Мутера да еще с приложением целых двухсот марок гонорара Это был мой первый литературный заработок Однако я все еще продолжал хранить втайне от друзей свой дерзновенный поступок Наконец в октябре появился выпуск с главой о русской живописи и в заглавии его стояла строка единственная в этом роде во всей книге при участии Александра Бенуа Санкт-Петербург Сенсация среди друзей получилась грандиозная Сюрприз удался вполне Особенно был поражен Дима философов который в качестве сына знаменитой общественной деятельницы был падок до всего что носило оттенок общественности Он поздравил меня в торжественных выражениях в которых на этот раз отсутствовал и малейший намек на иронию в этом моем выступлении он увидел начало какого-то моего или нашего служения культуре мне даже думается что этот мой опыт явился подзадоривающим примером как для него самого так и для Сережи Дягилева тогда как до той поры ни тот ни другой ничего еще самостоятельного не затевали в общем я был безмерно счастлив таким исходом моей рискованной затеи и чувствовал себя триумфатором долю огорчения я все же испытал мне было досадно что мутор выкинул весь конец моей статьи все то что я говорю о новейших явлениях в русской живописи особенно же было обидно что не осталось и следа моего тогдашнего восторга от Нестерова тогда как меня тянуло высказать публичную оценку его творчества видно у немецкого историка не хватило доверия к своему самозванному сотруднику он мог заподозрить что под моим восхвалением кроется дружеская услуга попросту кумовство взамен этой купюры мутор развил параграф о Верещагине несомненно потому что то был единственный русский художник о ком он имел хоть какое-то представление смешным и безвкусным оказалось и вступление к голове о русской живописи самовольно для красоты и для местного колорита им прибавленной то была какая-то якобы народная сказка слащава сентиментального характера припоминаю еще что за все последние месяцы между мной и мутором шла усердная переписка несколько раз я позволил себе критиковать высказываемое им мнение о художниках или выражать недоумение по поводу тех или иных пропусков от своего издателя Георга Гирта он мог узнать что я еще зеленый юнец но едва ли он догадался эту справку навести и судя по тону его ответов он до конца принимал меня за человека скорее почтенного любезным выражением его удовлетворения моей работой явилась та премия которую он счел своим долгом мне прислать считая мой гонорар недостаточным то была серия отличных гелиогравюр с картин одного из моих любимых романтиков Морица Швинда о моей любви к этому мастеру я ему писал удача моего первого опыта окрылила меня на дальнейшее я тогда же предложил Зозор Соловскому исполнявшему в те годы обязанности одного из редакторов нового времени написать что-либо для его газеты о современных художественных течениях Зозо отнесся к этому сочувственно и взялся переговорить с Сувориным однако когда я ему вручил довольно длинный фильетон на тему об импрессионистах то Зозо не решился его представить на суд своего принципала до того эта проба пера показалась ему и смелой и незрелой надо вспомнить какими не то что отсталыми а просто невежественными отзывами кормила наша самая распространенная газета публику при участии усердного но совершенно безличного компилятора Булгакова и если и талантливого то все же бессовестного обскуранта Буренина я впрочем сразу тогда утешился а нынче должен скорее благодарить судьбу за свою неудачу то что я тогда состряпал об импрессионистской живописи с которой я не был знаком в оригиналах было несомненно чем-то весьма незрелым и легкомысленным но глава шестнадцатая родственники нас принимают посещение акварельных выставок высочайшими работа в эрмитаже в то же лето 1893 года наступает наконец долгожданная перемена в отношениях моих родных к нашему роману очевидно но в них постепенно исчезли последние сомнения в серьезности наших чувств и взамен того получилась уверенность в том что такое постоянство является залогом нашего будущего счастья первые шаги к тому чтобы принять Атью в лоно нашей семьи были сделаны без какого либо домогательства с моей стороны создалось к тому же несколько странное положение я уже год как снова стал бывать каждодневно у родителей Ати многие наши знакомые и среди них милейшая патриархальная семья Сомовых принимала нас как жениха и невесту а мы все еще представляли собой нечто неопределенное в официальном смысле вражда Монтекки и Капулетти семей Бенуа и Кинт продолжалось как бы по инерции Первый решительный шаг к выходу из этого положения был сделан моей беспредельно доброй и сердечной сестрой Камиллы Эдвардс и так как мы оба питали к ней чрезвычайную нежность то это было нам особенно приятно мы снова очутились под ее кровом за ее гостеприимным столом точно и не было всех минувших лет мы оценили и то что мы снова на милой кушалевке там где будучи еще двенадцатилетними детьми мы впервые стали обращать внимание друг на друга там где продолжало жить распространяемое Эдвардсами особенно нам близкое диккенсовское настроение да и день выдался необычайно приятный солнечный мягкий с необычайно легким воздухом сад расположенный между террасой дома и прудом был полон благоухающих цветов под тентом террасы восседала бабушка кавоз как всегда в отличном настроении видимо довольная что может приветствовать Атю которой она всегда выказывала сердечную симпатию близкой родственницы вслед за Эдвардсами нас пригласили к себе все еще до моего отца и сестры Кати брат Миша и его жена Оля туда в Петергов к завтраку и на весь день мы предпочли по традиции отправиться не поездом а на пароходе по гладкому как зеркало морю и тут мы тоже испытали особое удовольствие когда оказались нераздельной парой в этом самом Бобыльске в котором у нас впервые заговорило более определенное влечение друг к другу но каким совершенно иным выглядел теперь Бобыльск сколько на территории некогда занятой одними рыбацкими избами и огородами выросло за 10 лет богатых дач и как раз самый нарядный среди них была только что отстроенная Мишенькина дача сам он встретил Атю после 5 лет точно они расстались накануне у Ольги же в выражении ее симпатии к будущей Бэльссор было что-то радостно взволнованное пожалуй даже нотка известной истеричности благодаря жившему в ней чувству протеста в отношении всяких людских несправедливостей ей вероятно было особенно по душе что она может одна из первых исправить такую несправедливость тогда как жившая рядом на даче жена Леонтия Мария Александровна не подавала все еще виду что она готова изменить свое отношение к нам День в гостях у Миши и Оли прошел в угощениях, в прогулках, в катании на парусной яхте, а на Старопетерговский, до чего же знакомый, вокзал нас доставили наши родные в собственном ландо. Вернулись мы в Петербург полумертвые от усталости, что, однако, не помешало нам, прежде чем разойтись, еще час бродить вдоль по тем каналам, которые оцепляют весь наш квартал. Была чудесная белая ночь. Вообще, что может сравниться в своей прелести с нашими тогдашними прогулками по Петербургу? Или с моими вечерними посещениями Ати? Для того, чтобы дойти от нашего дома на улице Глинки до того дома на Канонерской, где жили родители Ати, не требовалось больше десяти минут. Перейдя через Крюков канал и пройдя домов 5-6 по Екатеринговскому проспекту, наш дом тоже выходил одной стороной на Екатеринговский, я подходил к тому месту, где для сокращения пути я переплывал на Ялике узкий Екатериненский канал. И тогда я оказывался почти у начала Канонерской. Самое это переплытие имело в себе что-то мило стародавнее. Обслуживали его трое мужиков, седой старик и два молодца. Все трое ютились в крошечной избушке, построенной на одном из двух плотов, служивших пристанями. Все трое были неизменно в красных рубашках и босые. После одиннадцати вечера, когда я шел обратно домой, перевозчики уже спали. Приходилось постучать в оконце избушки. И тотчас же выходил полусонный парень, он помогал мне вступить в свою лодочку, пестро раскрашенную, а затем достаточно было одного сильного толчка багром, чтобы отчалить от одной пристани и подплыть к противоположной. Плоты стояли у сходов, устроенных в гранитной набережной. Меня яличники принимали всегда, даже и в более поздний час, с особенным удовольствием, так как я платил не по тарифу три копейки, а, награждая, не скупился на гривенники и пятиалтынные. Их промыслу был положен конец, когда как раз на месте перевоза, рядом с эстонской православной церковью, был построен деревянный мост. И еще раз, вспоминая наши тогдашние блуждания по соседним кварталам, я не могу не остановиться с умилением на всем том, что эти кварталы-коломны содержали в себе замечательного. Начиная с чудесного собора Николы Морского, золотые маковки которого в белой ночи так торжественно блистали на фоне лиловатого востока, а высокая стройная колокольня тянулась в опрокинутом виде в тихо колеблющихся водах. Я подолгу мог любоваться, как это отражение колышется, плавно извивается, выпрямляется или дробится и распадается. Большой театр в это время уже не существовал, вернее, его ломали. А на месте этого храма Аполлона воздвигалось уродливое здание консерватории. Но он продолжал стоять нетронутым Мариинский театр, такой же, как мне казалось, римский, каким его построил дед. А как живописны были наши оба рынка, литовский и никольский, с их бесчисленными аркадами, сводчатыми переходами и высокими красными крышами. Два из девяти мостов в нашем квартале, перекинутые через каналы Крюковский, Екатериненский и Фонтанку, все еще были украшены гранитными обелисками. Весной вся наша довольно пустынная и чуть провинциальная коломна насыщалась дивно горьковатым запахом только что распустившихся берез Никольского сада, а летом сладким дурманищим ароматом цветущей липы. Часто мы совершали и более далекое путешествие до биржи. На поросшей травой, полукругом выдающейся в неву эспланаде, вечером не бывало ни души. И лишь одни белые боги у подошвы двух растральных колонн, казалось, охраняют порученное им пространство. И почему-то нам вдвоем вовсе не было страшно среди этой пустыни. В этот тупик биржевого моста еще не существовало, никто не заглядывал. А о каких-либо разбойниках или грабежах мы даже не помышляли. Об уличных нападениях в те времена меньше говорили, чем в позднейшие, а страшный рассказ «Бездна» Леонида Андреева еще не был написан. Лето 1893 года стояло прекрасное, не то что ужасное предыдущее, и отчасти благодаря этому я стал все больше втягиваться в художественную работу. Если до того я довольствовался зарисовками карандашом, которые я затем дома раскрашивал по свежей памяти, то теперь я отважился работать красками непосредственно с натуры. Причем я особенно тогда пристрастился к пастели, что помогало мне добиваться большей яркости красочных эффектов. Мои племянники, Лансере, Жене было 18, Коле 15 лет, часто нас сопровождали, и с этих пор завязывается между ними и Ати та искренняя дружба, которая продолжалась бы до сего дня, если бы нас не разлучили ужасные мировые события. Оба юноши попали в компанию Ати еще до того, что их мать, моя сестра Катя, решилась ее принимать и убедила папу, что пора это сделать. Возможно, что именно отзывы Жени и Коли об Ате способствовали такой перемене моих родных в отношении ее. Иногда с их помощью и с помощью меньшего брата Ати Пети мы на наемном ялике спускались по фонтанке до взморья. При этом мы рисковали угодить под направляющиеся в Кронштадт и в Петербург большие заграничные пароходы. Однако вид, открывавшийся от устья Невы на город, особенно под вечер, когда все заливалось оранжевыми лучами, клонящегося к закату солнца, был так красив и фантастичен, что мы на подобный риск не желали обращать внимания. Как-то раз я умудрился сделать довольно тщательный этюд пастелью этого эффекта. Несмотря на то, что нашу лодку все время крутила, относила в сторону, а волны, поднятые проходящими судами, ее немилосердно качали. Иногда и Женя принимался за карандаши и краски. С этого времени все ярче начинает сказываться его исключительное дарование. Не подвергаясь какой-либо опасности и в полном спокойствии можно было любоваться подобными же мотивами взморья и писать их, находясь на Лоцманском острове, лежащем у выхода в море Фонтанки. Селение на острове состояло из однообразных двухэтажных домиков, имевших в себе что-то голландское. В этих аппетитных домиках проживали присяжные лоцмана, откуда и название, и другие служащие морского ведомства. Какая-то заграничность нас особенно притягивала. Да и вид Слоцманского острова, на который можно было вступить, перейдя мост через речонку, отделявшую островок от материка, был совершенно исключительной красоты, как в пасмурные дни, когда морская гладь тонула в перламутровой мгле, так и тогда, когда здания морской таможни, расположенные у конца морского канала, мягким силуэтом выделялись на фоне пылающего заката. Я обыкновенно устраивался на заваленке одного из этих лоцманских домиков, и почти каждый раз через его оконце из-за горшков с геранью за моей работой следили жадные детские глаза. Все это было очаровательным и напоминало уютные сюжеты немецких жанристов эпохи Бюдермейр или иные прелестные акварели моего папы. Вокруг стояла удивительная тишина, нарушаемая лишь криками чаек и гудением далеких пароходов. Именно тогда я снова стал считать себя заправским художником. Однако уже в предыдущий бесплодный период Альбер заставил меня принять участие в акварельной выставке. Выставил я акварель большого формата, представлявшую уголок старинного немецкого города. То не был этюд, сделанный с натуры, а комбинации мотивов, запавших мне в душу во время моего посещения Франкфурта. Необычайный же размер я выбрал потому, что он должен был, по моим расчетам, привлечь внимание публики. Однако никто не пленился моим произведением. А что с ним сталось впоследствии, я не запомнил. На выставку следующего года я отправил девять акварелек, заключенных в одну общую раму. И на сей раз их крошечный размер послужил приманкой. Шесть из этих картинок, изображавших, опять-таки, живописные городские виды, были проданы. И мне досталась сумма рублей в шестьдесят или восемьдесят. Созданы были все эти акварели с помощью фотографий. И, разумеется, они никакой художественной ценности не представляли. Мне же очень хотелось заработать довольно крупную сумму для покупки разных книг, на что не хватало тех денег, которые папа давал мне ежемесячно. Подобные же, совершенно недостойные работы, я выставлял в магазинах Авансо и Бегрова, спрашивая за них от пяти до десяти рублей за штуку. И кое-что из всей этой макулатуры находило себе покупателей. Должен сознаться, что воспоминания о таких моих художествах не принадлежат к самому лесному в моем прошлом. И я не желал бы снова увидеть эти постыдные свидетельства моей продажности. Существенную пользу для своего художественного развития я вынес из выставки 1893 года, на которой я представил несколько фантастических композиций. Успеха они не имели, но я, благодаря им, лучше осознал свои недочеты. Между прочим, я с благодарностью вспоминаю ту беспощадную критику, которой подверг Вилье мою пастораль. Тогда я попробовал с ним спорить, однако его замечания все же открыли мне глаза на то, что моя картина, род декоративного панно, в которой соединялись элементы 18 века с элементами, взятыми у японцев, была не что иное, как самая безвкусная и ребяческие претенциозная чепуха. Напротив, великий князь Константин Константинович эту же мою пастораль похвалил, усмотрев в ней то, что августейший поэт только и искал в живописи, а именно известную поэтичность. Его хвала не только не уничтожила обидного впечатления, полученного от свирепой критики Вилье, но косвенно, как бы, послужила ей подтверждением. Уже тогда хвала людей, мало понимающих, меня скорее огорчала, нежели радовала. Понимал ли вообще что-нибудь К.Р. в пластических художествах? На это трудно ответить. То, что он приобрел несколько превосходных вещей, в том числе прекрасные распятия испанской школы, которые приписывали тогда Веласкесу, и Ле Готе, и Сурбарана, а также кошмарно-жуткую бронзу О'Бера, олицетворявшую бедствие, еще ничего не доказывает, ибо он же приобретал и самые ординарные исторические картины, он же поощрял доморощенного, слащавого, декадента-символиста Соломка. Скорее всего, те удачи в приобретениях великого князя получались благодаря советам более тонких ценителей, в том числе Либгарта, тогда как неудачи отражали личный его вкус. Вспоминаю и то, как тот же великий князь Константин, глядя на врубелевского демона, воскликнул «Будь я его отец, я бы выпорол этого художника!» Он смутился, когда я ему сообщил, что врубель почитается за одного из самых выдающихся русских художников, а к тому же он вышел из того возраста, когда получают порку. Кроме поблажек моему самолюбию и небольших заработков от продажи моих акварелей, эти выставки приличали меня возможностью входить в непосредственный контакт с самим государем и со всей царской фамилией. Это было слишком интересно. Альбер извещал придворное ведомство о дне открытия очередной, бывавшей в начале года, выставки, после чего неизменно приходило сообщение, когда следует ожидать августейших гостей. Обыкновенно назначал сканун официального публичного открытия выставки. империалы, как было принято называть членов императорского дома, являлись все одновременно. Их встречали внизу у подъезда общества поощрения художеств организаторы выставки, в том числе и мой брат Альбер. На первой площадке парадной лестницы их принимали президент общества, принцесса Евгения Максимилиановна и члены комитета, а затем, после всяких приветствий, все три группы подымались еще выше в выставочный зал. Тут перед входом в него происходило представление высочайшим нас, грешных, людей помоложе и еще незнаменитых. На выставку 1891 года я явился в студенческой форме. И возможно, что вид моего мундира произвел не столь уже приятное впечатление на государя вообще к студенчеству, относившегося с известной подозрительностью. Однако, когда Альбер подвел меня к его величеству и рекомендовал по своему обыкновению как своего необычайно талантливого брата, государь ласково улыбнулся, протянул мне свою огромную руку и произнес несколько ободряющих слов. После того мне было поручено давать пояснение императрице Марии Федоровне и великой княгине Ксении. Но когда государь, шедший спереди, оказался перед моим Франкфуртом, Альбер обратил его внимание на эту картину, то он обернулся ко мне и предложил несколько вопросов. Эти вопросы высочайших бывали всегда более или менее одни и те же. Когда вы это делали? Долго ли жили там-то и там-то? Что это, акварель или гуашь? Вы долго писали эту картину? И тому подобное. Мнений ни государь, государь, не высказывали, и лишь перед панно, занятым работами Альбера, они и все сопровождавшие рассыпались в восторженных комплиментах. Слышались восклицания «какая красота», «какая прелесть», «совершенная природа», после чего императрица каждый раз просила оставить за ней три или четыре акварели Альбера. Вообще, выставка обозревалась империалами во всех подробностях и с большим вниманием, на что уходило час или полтора. Должен при этом сказать, что и все манеры императорской четы и то, что исходило из их уст, способствовало тем чувствам симпатии, которые несколько лет, как я уже, питал к нашему государю. Они сменили во мне прежние ребячески революционные и весьма смутные чувства, приобретенные от чтения некоторых исторических романов и отражали то либеральное фронтирование, которое было до некоторой степени модным в петербургском обществе. Общество продолжало дуться на Александра Третьего, особенно за то, что он не даровал в свое время Конституции, якобы уже лежавшей готовой к подписи на столе его отца в день цареубийства 1 марта 1881 года. Но я сознательно употребил здесь слово симпатия, намеренно воздержавшись от более подобающих в таких случаях выражений вроде высокопочитания, благоговения или еще обожания. Александр Третий всей своей колоссальной статурой, голосом и особенно взглядом своих пронизывающих глаз, вселял в людей, подходивших к нему при исполнении своих верноподданнических обязанностей, чувство трепета и даже страха, никак не совместимых с чувством симпатии. Однако во время посещений царем наших столь безобидных выставок он умел показать другую сторону своей личности. Он становился тем любезным, внимательным, вовсе не суровым, а скорее благодушным человеком, каким знали Александра Третьего его семья, ближайшие царедворцы и дворцовая прислуга. Поражала его чрезвычайная простота, абсолютная непринужденность, абсолютное отсутствие какой-либо позы, позы властелина, чего нельзя было сказать ни про его брата Владимира, ни в особенности про недоступного высокомерного великого князя Сергея Александровича. Случалось императору во время обозрения выставки и шутить, или же она отвечал громким на весь зал хохотом на те остроты или маленькие потешные анекдоты, которыми его тешили наши специалисты по этой части, бонтонно грубоватый вилье и разыгрывавший из себя простачка искусный маринист Бегров. На ужинах у Альбера тот же Бегров отличался неисчерпаемым запасом самых гривуазных, самых сальных анекдотов, которые он подносил товарищеской компании с особенным смаком. Но Бегров обладал достаточным тактом, чтобы припасать для забавы государя и сопровождавших его дам шутки и словечки совершенно иного содержания и тона. Подносил же свои остроты этот неказистый с виду человек всегда кстати, точно не взначай и без того, чтобы выдать их за благовременную отделку. Из шуток самого государя мне запомнилась одна, которую он себе позволил произвести над особой своей троюродной сестры принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Принцесса почти всегда была одета в костюм тайр, иногда темно-синего, но чаще светло-серого или бежевого цвета. Этому полумужскому наряду полагалось иметь сзади раскрывающиеся фалды. И вот мы все были свидетелями того, как Александр Третий, самодержец всероссийский, осторожно подкравшись сзади к принцессе, ни с того ни с сего раскрыл эти фалды и даже манерно схватив кончиками пальцев, подержал их несколько секунд в таком положении. Спору нет, шутка эта была довольно дурного тона и какая-то чисто мальчишеская. Вероятно, то была своего рода реминисценция тех невинных шуток, которые те же персоны шутили между собой лет сорок тому назад, когда они были детьми. Но Евгения Максимилиановна без всякого снисхождения отнеслась к ней. Обыкновенно очень бледная, она вся побагровела и буквально крикнула на государя. Что за манеры? Стыдно! И трогательно было видеть, как колосс самодержец после такой реприманды выразил свое раскаяние и до чего он был сконфужен. Внизу перед тем, чтобы выйти на улицу и сесть с государыней в двухместные сани с великолепным казаком на запятках, государь, прощаясь с обиженной кузиной, еще раз при всех нас, гурьбой обступивших, произнес фразу вроде «Не надо на меня обижаться», на что принцесса только погрозила ему пальцем без тени улыбки на лице. На акварельной выставке 1892 года мне снова выдалась честь водить императрицу и великую княгиню Ксению. Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитые биржи со шпилем, составленным из хвостов сплетенных между собой драконов. Не скрою, что при выборе такого мотива среди фотографий, привезенных из моего первого заграничного путешествия, у меня был расчет посредством именно этого вида привлечь внимание бывшей датской принцессы. И этот расчет вполне оправдался. Государиня Мария Федоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью. С возраста самого нежного сударыня был мой претенциозный ответ, вызвавший улыбку у обеих дам. Должен сказать, что я вообще был очарован императрицей. Даже ее маленький рост, ее легкое шепелявенье и не очень правильная русская речь нисколько не вредили чарующему впечатлению. Напротив, как раз этот легкий дефект в произношении, вместе с ее совершенно явным смущением придавал ей нечто трогательное, в чем, правда, было мало царственного, но что зато особенно располагало к ней сердца. Одета государыня всегда была очень скромна, без какой-либо модной вычурности, и лишь то, что ее лицо было сильно нарумянино, чего не могла скрыть и черная вуалька, выдавало известное кокетство, вечно женственное. Отношение супругов между собой, их взаимное внимание также не содержало в себе ничего царственного. Для всех было очевидно, что оба все еще полны тех же нежных чувств, которыми они возгорелись четверть века назад. Это тоже было очень симпатично. Характерно еще, что во время обхода выставки государь несколько раз подходил к жене, желая обратить ее внимание на то, что ему понравилось. Менее выгодное впечатление производил цесаревич, наш будущий государь. Начать с того, что вид у него был маловнушительный и несколько простоватый. Форма преображенца не шла ему, и в ней он имел вид, то было общее мнение, армейского офицерика. Рядом с отцом он казался маленьким, и его жесты отличались той развязностью, которая бывает у людей, попавших не в свое общество и желающих скрыть, что им не по себе. Он как-то резко поворачивался, как-то странно шаркал ногами, а его привычка водить пальцами по ряду пуговиц на сертуке имела в себя оттенок назойливого тика. Цесаревич слишком явно скучал, показывал, что ему нет никакого дела до этих совершенно неинтересных картинок и до этих невзрачных господ, что пришли этими картинками торговать. При этом не надо думать, что такое отношение происходило от какой-то утонченности его вкуса. Он шел за отцом, но глядел по сторонам, а не на произведения художников. А к последним никогда прямо не обращался. Видно было, что для этого молодого человека посещение выставки настоящая повинность. Вероятно, его брали с собой родители насильно. И он соглашался сопровождать их только потому, что привык им повиноваться, или еще потому, что ему как раз в эти часы ничего другого более занимательного не предстояло. Не более выгодное впечатление производил Николай Александрович и на улице, когда совершал свою ежедневную прогулку в санях или на дрожках. Иногда его можно было видеть в гусарской форме, но и она его не красила. А в том, что он как-то неестественно заносил голову в меховой шапке с высоченным султаном, было опять-таки что-то ребяческое и неубедительное. Эти образы не сулили в будущем, что нами будет править настоящий государь. Но это будущее казалось еще в начале 1894 года чем-то далеким, недосягаемым, ведь, глядя на богатырскую фигуру Александра Третьего, можно было быть уверенным, что государь обладает всепобеждающей выносливостью и железным здоровьем. Мое участие на акварельных выставках особой пользы для моего художественного развития не принесло, если только не считать того чувства внутреннего стыда, которое я испытывал при каждом таком ежегодном испытании. Стыд этот, происходивший от сознания малого достоинства, а то и плохого качества моих произведений, вызывал во мне со все еще усиливающейся остротой самокритику и желание к следующему году исправиться, сделать лучше. Более реальную пользу приносили мне работы, которые я не предназначал для показа публики и в которых я не искал одобрения признанных художников. Такими полезными работами были уже помянутые летние этюды с натуры, а также те копии со старых мастеров, которые я отважился делать в Эрмитаже как раз осенью 1893 года. Правда, я не исполнил за недосугом и половины намеченной себе программы, надлежало готовиться к государственному экзамену, но то, что я успел сделать, меня многому научило. Особенное старание и выдержку я приложил, работая над копией пастелью с изумительного портрета неизвестного Франца Хальса и над копией акварелью с восхитительного берега Схвенингена Ван Гоэна. Самый этот выбор уже показывал как известную зрелость моего вкуса, так и мое тяготение к искусству живому, непосредственному, правдивому. Но главное тут было не в воспитании вкуса и даже не в том, насколько самые работы мне удались, сколько в том, что в течение всей осени и первой четверти зимы я целые дни проводил в нашем чудесном музее среди божественных шедевров. Я как бы жил здесь в обществе Ван Эйка, Рубенса, Тициана, Рембранта, Пуссена. Ни с чем не сравнимы те наслаждения, которые я испытывал и тогда, когда был занят своей работой и во время долгих передышек перерывов, когда я прохаживался по залам. Эти наслаждения чередовались с моментами полного отчаяния. Но они усугублялись еще благодаря тому, что моя Атя, получившая много свободного времени вследствие ликвидации ее места службы, тоже решилась испробовать свои силы на копировании эрмитажных картин. И она себе выбрала Хальса, которому у нас обоих был в то время особый культ. В нескольких шагах от меня Атя углем и итальянским карандашом воспроизводила на бумаге того же формата, как картина портрет молодого человека в цилиндрической шляпе, в котором иные желали видеть сына великого Гарлемца. Атя до полного забвения увлекалась своей труднейшей задачей. Ее ободряло то, что у нее, несмотря на отсутствие красок, все же получалось нечто близкое к оригиналу, нечто сочное, сильное. Но сколько было еще в нас дурачества и ребячества. Это показывало то, что нам не только в высшей степени импонировало все окружающее нас дворцовое великолепие, но что нам казалось, что мы здесь у себя дома. Этому способствовало то, что когда мы проходили по залам, дежурившие в каждой зале царские лакеи в своих красивых ливреях вскакивали со своих мест, со специальных незолоченных стульев, и отвешивали по низкому поклону. Причиной такого ничем незаслуженного почета было проявляемое в отношении нас благоволение начальства. Вообще Эрмитаж в те годы пустовал. В будни мы бывали обыкновенно чуть ли не единственными посетителями во всем гигантском здании, насчитывавшем десятки обширных зал и кабинетов. Впрочем, одновременно с нами, в нескольких шагах от нас и в том же отделении большого зала Рембрандта, работала над копией с картины великого мастера «Девочка с метлой», молоденькая, миловидная и очень симпатичная художница. Нас она порядком интриговала, и мы не без удивления следили за тем, с каким мастерством, с какой силой эта барышня справляется с задачей, едва ли не еще более трудной, нежели обе наши. Мы приветливо, но издали с нею раскланивались, но знакомиться не решались. Впоследствии эта самая художница стала одним из наших самых близких друзей. То была чудесная наша Анна Петровна Остроумова, через несколько лет вышедшая замуж за своего двоюродного брата Лебедева, знаменитого химика. Именно благодаря этой пустыне и царившей по всему Эрмитажу тишине, мы могли всецело уходить в работу и сосредоточиваться на ней. Лишь изредка нас отрывало от нее проходившее по залам начальство. Их было всего четыре человека, и промежутки между такими проходами исчислялись многими десятками минут. То были главный хранитель картинной галереи, вообще довольно суровый, чуть даже надменный, но нам крайне благоволивший Андрей Иванович Сомов, отец нашего друга Кости, его помощники, милейшие неустроив, и древний крошечный, седенький, аккуратненький, гладковыбритый старичок Тутукин, поступивший на службу в Эрмитаж, чуть ли еще не при Николае Палче, и, наконец, с необычайно деловитым видом, проносившийся большими шагами, долговязый Гуффурьер, начальник над Лакеями, фамилию которого я запамятовал. Его и Тутукина мы побаивались, ибо оба были порядочными болтунами и скучилами. Своими никчемными разговорами они отвлекали нас от дела, причем Тутукин считал еще своим долгом награждать нас своими старомодными советами, а Гуффурьер бесил своим хвастаньем, перечислением своих заслуг и всякими сплетнями. Глава 17 Смерть Елизаветы Иваны Кинт Освобождение от воинской повинности Болезнь моей невесты Наша свадьба В конце за эти два года. Однако Атя совсем просто выразила радость, что все это недоразумение кончается, и уже на следующий день она снова появилась в тех комнатах, в которых она не была целых семь лет, с самого спектакля нашей дочери фараона. Папа встретил ее с обычной своей приветливостью, а Катя была прям нежна и, видимо, растрогана. Тогда же, но все так же неофициально, было решено, что как только будущей весной я окончу университет и устрою все свои дела с воинской повинностью, мы поженимся. В согласии родителей Ати на наш брак мы не сомневались. За исключением периода с конца 1891 до середины 1892 года, когда для меня были закрыты и их двери, Карл Иванович и Елизавета Ивановна относились ко мне с той же лаской, какую я встретил в первый же день моего появления у них. Но вот так счастливо начавшийся 1894 год, суливший нам в близком будущем еще большую полноту счастья, принес нам и немало горя. Уже в январе мать Ати, любвеобильная, много в жизни настрадавшаяся Елизавета Ивановна, у нее когда-то до Атиного рождения за короткий срок умерло от скарлатины трое детей, стала жаловаться на недомогание. А в конце февраля эта неустанно хлопотавшая по хозяйству женщина слегла, и через три-четыре дня ее состояние настолько ухудшилось, что пришлось допустить мысль, что очень скоро мы можем ее потерять. Свои страдания Елизавета Ивановна переносила с удивительным терпением, а за несколько часов до кончины она сама попросила пригласить пастора, чтобы причаститься. Когда на пороге гостиной, куда была переведена больная, появился священнослужитель и произнес сакраментальный вопрос «Веруешь ли ты в Иисуса Христа?» Елизавета Ивановна, несмотря на свою слабость, приподнялась и с удивительной твердостью произнесла ответные слова «Да, верую». Почти сразу после причастия она впала в забытье. Все были в сборе. Часть окружала умирающую, другие расселись в столовой и в кабинете Карла Ивановича. Я пристроился к его письменному столу и по неисправимой моей привычке не обладая способностью даже в такие минуты великого общего напряжения сидеть без какого-либо занятия, принялся за продолжение одной почти механической работы, а именно за нанесение на алфавитные фишки для какого-то своего каталога имен и произведений художников. при этом я почему-то себе сказал, что когда я дойду до острова мертвых Беклина, то Елизавета Ивановна не станет. Поэтому я нарочно медлил и по несколько минут задерживался на каждой записи. Когда же я дошел до этой страницы, на обороте которой я знал, что увижу знаменитую картину, я долго ее не поворачивал. И в ту же секунду, когда все же повернул, прошло полчаса, из гостиной послышались возгласы Володи, его отчаянный призыв к матери откликнуться и, наконец, его же рыдание, которым стал вторить плач всех прочих. Только Карл Иванович, я и Атя, хоть и были потрясены до глубины души, не находили себя облегчения в слезах. Однако в самый день похорон бедная моя невеста, как раз в момент, когда служащие похоронного бюро внесли крышку гроба, почувствовала себя дурно, и я не успел ее поддержать, как она грохнулась в тяжелом обмороке на пол. И все же, очнувшись, через четверть часа, Атя, с недопускающей возражений твердостью, заявила, что пойдет за гробом, и действительно, опираясь на мою руку, она прошла пешком весь далекий путь от Покрова до Смоленского кладбища, где у киндов было семейное место, наотрез отказавшись сесть в одну из следовавших карет. за этим большим горем очень скоро последовали беда одна не ходит, другие испытания. Еще предыдущей осенью Атя решилась место в железнодорожном съезде, где, благодаря родству с одним из начальствующих лиц Вальдштейном, она чувствовала себя по-домашнему, и где служба не была тяжелой. Пробыв затем часть зимы без заработка, она нашла себе новое место при Варшавском вокзале. Но тут условия работы были несравненно хуже. Проверка бесчисленных счетов, возня с ведомостями, исписанными мелкими цифрами, при этом недостаточное газовое освещение и ужасный воздух, все это в связи с только что пережитым горем стало с каждой неделей все определеннее сказываться на Атиной нервной системе, возвращалась она со службы изнеможденная, и, наконец, на страстной ее силы внезапно надорвались, и она заболела острым припадком нервной лихорадки. Было страшно видеть, как бедная моя подруга в полозабытие быстро-быстро дышит, причем температура сразу поднялась до 40 градусов, и больше недели затем держалась на 38. При этом полная потеря аппетита и состояние забытья. Она перестала сознавать, что происходит вокруг, и моментами даже меня она не узнавала. Кроме меня за больной ухаживала прислуга, прелестное существо карликового роста чрезвычайно расторопная дуня турецкая, и через день навещала свою будущую бельсор моя ангельски добрая сестра Камишенька. Я был вне себя от ужаса, тем более, что болезнь при столь тревожных симптомах все же не принимала определенного характера. С каждым днем Атя слабела и прямо на наших глазах угасала. Вспоминалась печальная развязка в некоторых романах, где юная героиня умирала накануне свадьбы. А я и ухаживать за больной так, как хотелось, не мог. Приближалась грозная пора государственного экзамена, от успешного исхода которого зависело все наше будущее, в первую очередь наш брак. Чтение и заучивание, в большинстве случаев убийственно скучных учебников, в гостиной киндовской квартиры, рядом с той комнатой, в которой лежала и страдала Атя, естественно, не могли идти впрок. И я был принужден для своих занятий чаще оставаться дома, где меня каждодневно навещал верный Валечка, принимавший самое близкое участие в моей тревоге. С ним за компанию было менее томительно заниматься опостырившими науками. Только по прошествии трех недель наступил перелом в Атином состоянии. Сказался ли тут естественный ход болезни, или же действительно помог рекомендованный нам кем-то молодой и необычайно энергичный врач Цабель, сын знаменитого оперного орфиста, но жар стал спадать, нормальное дыхание восстановилось, и появился аппетит. В основе лечения лежал возраставший с каждым днем прием мышьяка. Вспоминаю, как мы оба первые дни опасались этого средства, как я следил за тем, чтобы отнюдь не перелить хотя бы полкапли благотворного в данном случае, но вообще столь ужасного яда. Нечего было и думать, чтобы Атя вернулась на убийственную свою службу, но не успела она очнуться и немного окрепнуть, как стряслась новая беда. Ее отец, составивший себе порядочное состояние, благодаря своим сбережениям и нескольким финансовым операциям, внезапно лишился всего. Выйдя в отставку после долголетней службы, Карл Иванович мог бы безбедно доживать свой век на то, что у него было накоплено, и на ту пенсию, которая ему полагалась после того, как он перешел в русское подданство. Но стремление оставить после себя более значительное наследство заставило его послушать заманчивые советы сына Володи, состоявшего на службе в Азовском банке и считавшего себя великим финансистом. Сначала все шло как нельзя лучше. В несколько месяцев капитал удвоился, а там и утроился, и уже начинали реять в воображении отца и сына какие-то миллионы, как вдруг что-то подломилось, какие-то вернейшие бумаги оказались дутыми, и все полетело в бездну. Никогда не забуду, как маститый, всегда бодрый, мужественный, с виду такой крепкий, несмотря на восьмой десяток, отец Ати, вернувшись после многих часов отсутствия к себе, мешком повалился на стул и стал плакать, приговаривая «Я разорен, я все потерял, я банкрот, я стал нищим». Непосредственное следствие этой катастрофы было то, что Карл Иванович не мог продолжать вести тот скромный, но достойный образ жизни, который он вел до этого дня. Надлежало отказаться от квартиры и переехать к сыну. Прелестное в своем роде гнездо было обречено на быстрое и полное разорение, а в зависимости от этого и моя Атя оказалась не только бесприданницей, что нас обоих мало трогало, но в буквальном смысле слова со дня на день без крова. «Это заставило нас ближе подойти к вопросу о нашем окончательном и полном соединении, и поэтому, утешая Карла Ивановича в его беде, я тут же, взяв полагающийся церемонный тон, попросил руку его дочери. Нечто такое, что уже годами подразумевалось и против чего никто не возражал. Свадьбу мы назначили в конце июня. К этому времени я уже кончил бы университет и устроил бы вопрос с воинской повинностью. И вот относительно воинской повинности должен здесь признаться, что я не чувствовал к ней ни малейшего влечения. Если не считать моей детской страсти к солдатикам, если не принимать в соображение живущие во мне по сей день чисто театральный интерес красивым формам и к некоторым военным торжествам, то во мне не содержатся и йоты воинского духа. Читая историческую повесть, глядя на спектакль, в котором действующие лица принимают участие в битве и выказывают чудеса доблести, я, пожалуй, способен преисполниться на несколько минут марсовой ярости. Но уже в серьезных исторических трудах я не в состоянии преодолеть ту скуку, которая одолевает меня, когда начинаются описания баталий, и меня тогда тянет поскорее перейти от них к обстоятельствам мирного порядка. Ненавижу я также разные галереи батальных картин, будь то в Версале, в Петербургском Зимнем Дворце, в Мюнхене или в Берлине. Такова уж моя природа, а если вспомнить о ботовизме, то, вероятно, я эту натуру получил в наследство как от своих французских дедушек, миролюбивых хлебопашцев, так и от венецианских дедушек, занимавшихся науками, торговлей, ремеслами и художествами, но не прославившихся ни на полях брани, ни в морских боях. Мой отец и моя мать также были людьми, ненавидевшими вообще всякие распри и чуждавшимися споров. В частности, папа пребывал в каком-то состоянии полной объективности в политических вопросах, и для него, глубокого христианина, слово «враг» не существовало. «Если же мне укажут, что один из моих родных дядей, дядя Мишель, старший брат папы, был военным, что его двое сыновей избрали себе военную карьеру, а один даже лишился рассудка от ранения на войне, если вспомнить, что и два моих брата, а также ряд племянников посвятили себя военному ремеслу, то на это я скажу, что вероятно все они и сосредоточили в себе ту долю военной доблести, что была уделена на всю нашу породу. Как бы то ни было, но мысль, что мне придется служить, маршировать по команде, держать в руках смертоносное оружие, мне никогда никакого оружия, кроме детских деревянных сабель и ружей в руках не имевшему, и даже к охоте питавшему такое же отвращение, как к войне, что меня будут учить, как убивать и калечить моих ближних, мысль эта представлялась мне до того чудовищной, что я совсем не зря грозился покончить с собой, если мне не удалось избежать воинской службы. Надо еще прибавить, что среди нашего довольно обширного круга знакомой молодежи я вовсе не был исключением. В частности, все мои ближайшие друзья питали одинаковые с моими чувства, и всем им удавалось так или иначе избежать воинской повинности. Единственным исключением был бедный Костя Сомов, который так-таки и угодил в солдаты. Но это случилось вследствие свойственной ему апатии, не позволявшей ему искать какого-либо выхода из положения. зато он и перенес долгое испытание, пребывая все время в таком унынии, в такой тоске, что надо было удивляться тому, как он выжил, как не сошел с ума, да и впоследствии он вспоминал об этом времени не иначе, как с полным омерзением. В настоящее время, после того, как почти век прошел с момента, когда всюду была введена воинская повинность, все человечество превратилось в подобие вооруженного лагеря, и каждый народ, готов под тем или иным предлогом наброситься на соседа. Теперь, когда проповедь милитаризма и патриотизма приобрела не то из самозащиты, не то из политического или догматического фанатизма иступленный характер, все только что сказанное может показаться странным и даже предосудительным. Призывы к участию в спасении, к защите отечества почти всюду породили целые системы духовного и физического воздействия, один спорт или скаутизм чего стоит, под действием которых самые миролюбивые юноши и даже девушки рвутся в бой. В каждом государстве им вдалбливают некий символ веры, в котором требование жертвы собой во имя того или другого принципа превращено в непререкаемый абсолют. Однако в дни моей молодости дело обстояло совершенно иначе. Полутора годовалая турецкая война, разные колониальные войны и учреждения воинской повинности не успели изменить естественные отношения русских людей к организованному смертоубийству, отношения, особенно ярко выразившиеся в проповеди Льва Толстого. Проповедь его находила себе тем более живой отклик в душах молодежи, что произносил ее человек, бывший сам когда-то воякой и на личном опыте познавший как некоторые положительные стороны военного дела, так и все его определенно отрицательные. Очень характерны были наши споры на эту тему с Шарлем Берле. Это был тоже в душе незлобивый, скорее очень миролюбивый человек, однако он не только стоял за общую воинскую службу, но вспоминал о времени, когда он сам тянул ее лямку с каким-то умилением. Даже все плоские шутки в казармах, все практиковавшиеся там подчас и очень жестокие бремады, он готов был счесть за нечто милое и трогательное. В нас же эти его рассказы вызывали лишь недоумение, переходившее в отвращение. После всего сказанного не покажется удивительным, что и я, и все мои друзья давно решили пустить в ход все, что могло бы привести к освобождению нас от такого временного порабощения, что уберегло бы каждого из нас от измены собственному основному я. Те, кто обладал какими-либо физическими дефектами, радовался тому, а те, кто был освобожден от воинской повинности в силу разных льгот по семейному положению, вызывал в других нескрываемую зависть. У меня было мало шансов ускользнуть от беды. Все же лазейка без особенного труда нашлась. Нашлась подобная лазейка и у моих товарищей. Сомов, повторяю, не искал ее. Дальнейшее же произошло быстро и безболезненно. Я был почти уверен в успешном обороте дела, и поэтому не очень трусил, когда явился на медицинский осмотр, происходивший в городской думе. Только было очень стыдно прогуливаться в костюме Адама, познакомым с детства думским залом, и даже дать себя осмотреть и ощупать каким-то чужим господам. Самый же осмотр был весьма поверхностный. Услыхав, что я непригоден к воинской службе из-за общего рахитизма, я был готов обнять и расцеловать незнакомого бородатого господина, произнесшего этот приговор с видом нарочитой суровости. Я был освобожден и лишь зачислен в ополчение двенадцатого разряда, а чтобы и этот разряд мог бы когда-нибудь быть призван, никому тогда и в голову не приходило. До меня, во всяком случае, в войну 1914-18 годов черед действительно так и не дошел. Как только я получил нужную бумажку об освобождении от воинской повинности, которую я присовокупил к правам, так в дальнейшем и неиспользованном дарованном университетам, о моей сдаче государственного экзамена мною рассказано выше, то так и открылся путь, окончательно свободный от всяких преград к нашему браку. Решено было, что до подыскания себе места службы я буду продолжать жить с женой у моего отца, почему забота об устройстве собственного гнезда была отложена. Зато мы сразу приступили к приготовлениям к самому высокоторжественному дню. Но и тут чуть было всего не испортило новая нагрянувшая беда. Едва силы Ати, благодаря решительному и усиленному режиму питания, предписанному доктором Цабелем, стали восстанавливаться, как она снова заболела и в довольно тяжелой форме. На сей раз то была злокачественная ангина. Однако никогда не унывавший Цабель поручился поправить дело к положенному сроку и назначив число 27 июня я заказал золотые обручальные кольца с этим числом, выгравированным на внутренней стороне. Заказал я их в той же ювелирной лавке в гостином дворе, в которой мы с Ати купили в 1886 году по колечку с камнем, соответствующим тому месяцу, в котором она и я родились. Уже тогда мы про себя решили, что мы навеки соединены и принадлежим друг другу. И вот за три дня до этого срока Ати оказалась настолько слабой, что нечего было и думать ее вести под венец. Приходилось отложить церемонию и разослать свыше ста писем с извещением, что наше бракосочетание откладывается на два дня. И, наконец, долгожданный день наступил. Стояла божественная летняя погода. Утром я съездил в церковь святой Екатерины, где патер Шумп меня исповедовал и причастил. Исповедь, впрочем, происходила не в церкви, а в его просторной, заставленной книгами кельи, более похожей на зал. Меня поразило, что милый Шумп до такой степени успел привыкнуть ко всяким поблажкам светской суетности, что он придал и таинству исповеди чисто формальный характер. То была скорее уютная беседа. По дороге из церкви я заехал в большой цветочный магазин на офицерской. Он помещался в павильоне, некогда служившем гротом при Юсуповском дворце, и заказал там роскошный букет. А в половине третьего я с Женей Лансере за этим букетом заехал. Он оказался таким громадным, что еле влез в дверку кареты. При этом нам обоим стало до того смешно, что до самого Невского мы затем не переставали как мальчишки прыскать и закатываться от смех. Упоминаю об этом, так как кризис лучше всего выражал то радостное возбуждение, которое владело мной и которое вполне разделял мой девятнадцатилетний племянник и шафер. Впрочем, вид женяки во фраке, который он напялил в первый раз в жизни, то был мой пресловутый фрак, заказанный еще в 1886 году для бенефиса Цукки. Вид этого мальчика в таком церемониальном наряде был слишком необычайным и неожиданным. Я не знаю, смеялась ли Атя, одеваясь с помощью родственных дам к венцу, но бедняжка, лишь накануне покинувшая постель, в которой она провела больше двух недель, еле держалась на ногах и прямо пугала своим видом. До того лицо ее горело и вся она дрожала мелкой дрожью. Я опасался, как бы ей и на сей раз не сделалось дурно. Однако все обошлось благополучно. В момент, когда мы с разных концов она под руку со своим отцом вступили в церковь, загремел традиционный свадебный марш Мендельсона, уже перед алтарем горели свечи, электричество еще не было введено, а паттер шумб с двумя сослужащими в богатых золотых ризах ожидали нас у ступеней главного алтаря. А затем мы, оба преклонив колено за аналоями, были обвенчаны. Надлежало еще принять поздравления родственников и знакомых, что происходило в сокристии, и расписаться в церковной книге. Рука Ати при этом до того дрожала, что вывела она подпись не своим прекрасным четким почерком, а какими-то неразборчивыми каракулями. Забыл упомянуть, что вторым моим шафером был Артюр Обер, и мой приступ смеха возобновился, когда я увидел и этого своего пятидесятилетнего друга в старомодном, вероятно, с чужого плеча, фраке. Однако сам наш добрый чувствительный Оберон, такой охотник до смеха, на сей раз не смеялся, окрепился, чтобы не расплакаться. Украдкой он смахивал навертывающиеся слезинки. Обер, принимавший самое сердечное участие в нашем романе, был безгранично счастлив, что все так хорошо кончилось. Когда выходили замуж мои сестры в 1874 и 75 годах, то у нас на дому устраивался бал, с которого молодые в известный момент улетучивались. Перед этим и до начала танцев пили за их здоровье, кричали горько, заставляли поцеловаться. Наемные и свои слуги разносили очень затейливые специально свадебные конфеты на традиционных серебряных подносах горках, их нанимали у Берена. Но в 1894 году это был уже отживший обычай. Да и время было летнее, а час бракосочетания выбран дневной, специально для того, чтобы дать возможность приехавшим с дач вовремя вернуться к себе. Совершенно к вечеру очнулась освобожденная от подвенечного наряда Атя, вышедшая к обеденному столу в обыкновенном летнем платье. Оставалось всего человек десять, в том числе папочка, мои обе сестры, муж Камилы, а также оба моих шафера. Все же остальные разъехались по окрестностям, кто в Петергов, кто в Царское, кто в Павловск. Первый вечер нашей супружеской жизни закончился поэтому в самой интимной обстановке. И на следующее утро нас покинули и папа, и Катя, и Женя. Мы остались в нашей пространной квартире совсем одни, с двумя нашими старинными прислугами Ольгой Ивановной и Степанидой. В спальне же нам служила бывшая зеленая комната, что было особенно приятно, потому что она выходила на балкон, с которого открывался вид на Златоверхе Никольский собор. Самый же балкон был весь в цветах, и мы на нем под спущенной маркизой завтракали и обедали. Конец книги Март 1989 года Читал Евгений Терновский КОНЕЦ КОНЕЦ